В форме дружно отошли на свою половину поля, чем едва не воспользовался выдвинутый вперед торпедовец Сергей Скаченко на восьмой минуте головой, пытаясь замкнуть навес от призетка. Мяч в ворота не попал, но и Березовский на выходе был неубедителен. Не задерживаясь долго на территориях обеих команд, играющих от обороны, в дальнейшем мяч надолго застрял в середине поля, и за 25 минут игры некоторое разнообразие внес лишь удар со штрафного Александра Бабия, побудивший вратарям и свечей Валерия Воробьева продемонстрировать технику броска. На 32-й минуте навес в штрафную гостей за неимением лучшего продолжения превратился в удар по воротам, и Воробьев не без труда вытащил из-под перекладины отскочивший от газона мяч. Пять минут спустя уже торпедовцы получают великолепный шанс, и хотя кулак Березовского все же снял мяч с головы нападающего, добивающий удар щечкой пришелся выше ворот. Второй тайм активнее начали гости, но тут же сработала классическая схема контратаки по-зенитовски. Третий пас в одно касание Игоря Семца, и Роман Максимюк вразрез между двумя защитниками также в одно касание загоняет мяч под перекладину 1-0. Зенит вроде бы поймал кураж, но торпеда ловит удачу. На 59-й минуте Георгий Гудушаури вместо очевидного паса вправо на ход партнеру метров за 10 до штрафной неожиданно бьет между защитниками, и бросок вратаря хозяев уже ничего не может изменить. Равновесие восстановлено, но ничья еще никого не устраивает. На попытку Герасимца вторично распечатать ворота Воробьева, москвичи отвечают дублирующим ударом сидящего на газоне прямо напротив ворот защитника Игуавона, ради такого случая примчавшегося в чужую штрафную. За 11 минут до конца игры, уже в штрафной гостей, Максимюк, ласточка летит на землю, а Булатов разводит руками. Ибрагимов считает, что нарушения не было, и в положенное время свисток фиксирует ничью 1-1. Ну, сегодня такой футбол был. Ветер, поле не высшего качества. Тяжело было играть. Временным хозяевам. Листинцы с самого начала контролировали игру, и причиной этому послужили предельно четкие коллективные действия, не допускавшие брака в передачах и поражения в единоборствах. Кормильцев сделал два захода на штрафную Шишкина, добиваясь того, чтобы атака все-таки пришла в соответствии с игровой логикой и завершилась ударом. Этот эпизод показательен в том смысле, что Уралан дрожил каждым созданным моментом, и трудолюбие Листинцев было вознаграждено на 35-й минуте. У Смертины не было и секунды на принятие решения после того, как самарский защитник неловко подставился под мяч, и тем не менее 1-0 после рикошета от ближней к Шишкину штанге. Уралан продолжал действовать в том же ключе и после перерыва. Планомерность Листинских атак не оставляла крыльям зазоров для контр-выпадов. К тому же самарцам никак не удавалось перестроиться согласно их выездной игровой модели, приносившей команде Аверьянову успех в прошлом сезоне. Но так и не сумев собранно отыграть в обороне, крылышки лишились базы для контр-атак. Единственный шанс сравнять счет после Аверьяновской передачи в разрез, Сафронов упустил, торопливо пробив в небеса. Черноморец Новороссийский испытывал на прочность удобного для себя соперника Рота и предложил лугоградцам свой фирменный атакующий сумбур, который оборона гостей поначалу выдержала, а атака даже сподобилась на гол. В середине первого тайма Зернов напугал шкуренный перечтрафной, вынудив его выбить мяч прямо на ногу Зубко, который поразил покинутую голкипером рамку. 0-1. Черноморец отвечает несколькими полумоментами, но успеха не добивается, а Ротар тем временем усилиями Зубко пытается зарядить пушку Веретельникова, однако удар Волгоградского забивала парирует вратарь Володин, и этим голевые акции первого тайма исчерпываются. После перерыва давление хозяев усиливается, а больше всех старается набедокуривший в первой половине Шкурин, его удар не точен, затем Бурдин ныряет навстречу очередному навесу и попадает в крестовину, но Ротар держится, хотя воздушные атаки Южан все опаснее, развязка же наступает на 88-й минуте. Измученный навесами вратарь Каримов теряет ориентацию после штрафного Майорова и дарит Черноморцу желанный гол 1-1. Новороссийск вновь оказывается для второй команды России камнем преткновения, а Черноморец у себя дома по-прежнему гроза в вторичке. Скоро ответили дальним выстрелом Новоченко, тем самым намекая на вероятность обоюдоострого действия. О том, что у себя дома защитники Аланни равноправны со своими форвардами, напомнил Пагаев, обыграв Низовцева и пробив с 20 метров рядом со штангой. В своей роли оба соперника играли согласно традиционному сценарию. Балтика, сдерживая наскоки амбициозных оландцев, успешно контратаковала, сделав ставку на левофланговые рейды Низовцева. На 35-й минуте удар калининградского атакующего Хава пришелся в перекладину, а спустя несколько минут Низовцев с того же края перевел мяч в центр штрафной на одинокого Буйткуса, к удару которого в ближний угол Хапов оказался готов. Дальнейшие попытки гостей преобразовать опасную атаку в результативную пресекли защитники. Но респектабельность Балтики была для хозяев непреодолимым барьером лишь до 56-й минуты, когда после стандарта на правом фланге Боцайев упал штрафной в борьбе с Сидниовым. Арбитр тут же показал на точку, и Яновский в пенальти все предыдущие успехи балтийцев перечеркнул 1-0. Как это часто бывает, первая удача Владикавказцев поводушевила их на новые подвиги, а главным героем стал Челадзе, принявшийся штамповать неприятности для Помазуна. После его удара в перекладину Базаев не смог довести дело до логического конца. Однако тот же Базаев через пару минут легко ушел на фланге от защитника, и после его навеса Яновский бил головой, казалось, наверняка. Но мяч чудом разминулся с сеткой балтийских ворот. А на 78-й минуте Челадзе выдал чисто грузинский шедевр. Слева обыграв троих оппонентов, и выведен удар Боцаева. 2-0. Эффектная точка в ярком матче. И молодая трехтуровая таблица возглавлена самой молодой командой дивизиона. Если я не ошибаюсь, это был первый гол Георгия Боцаева в составе Алании. Правильно. Какие чувства? Как всегда первый. В Сибири, в Сочи, где температура воздуха плюс 20, и все ходят в майках. Гости в первом тайме были буквально подавлены шквалом атака «Жемчужины», в составе которой выделялся бразилец Мендес. Давление сочницев на ворота Масленникова никак не могло акцентироваться. Мяч в трофную сибиряков доставлялся по преимуществу верхом, и даже при том, что распоряжаться им хозяева могли как угодно, в их рядах никак не находился игрока, способного на прицельный удар. Однажды в свой ворот попал Мендес, Каладжан не успел добить, и игра вошла в прежнюю колею. Бесконечные атаки «Жемчужины», каждая из которых была потенциально голевой, но в итоге ни к чему не приводила. Все то же самое после перерыва. Бондарук навешивает с правой бровки, не поднимая глаз, и необязательный прыжок Масленникова прерывает очередную слепую атаку «Жемчужины». Тюмень лишь однажды угрожала воротам хозяев, когда подпал и пробил в противоход к Миловичу. 0-0, «Жемчужина» только казалась грозной, а на деле ничем не могла помешать «Сибирякам» добиться выездной ничьей. Для того, чтобы забить гол, надо рисковать над собой. Не столько ее успехом в матче с «Балтикой», сколько приличной игрой. Это сразу же отразилось и на месте в таблице чемпионата. Произошла смена лидера, «Алания» стала первой по лучшей разнице мячей, «Зенит» идет вторым, и это достопримечательность первых трех туров. Ну а аппетит, как известно, приходит, и напомню, насколько он будет хорошим, мы узнаем уже и проверим в следующем туре. Ну а что касается бомбардиров, то бомбардиры сохранили свои позиции. Посмотрите. Бывающие сейчас заметные проблемы в плане организации игры, большую часть из 90 минут провели в борьбе за мяч, ежеминутно его то теряя, то отбирая. «Циско» старался играть через длинные передачи верхом, хотя динамовские защитники выигрывали воздух почти всегда, а в действиях подопечных лодца «Стратап» рассматривался только, когда ему удавалось быстро в два-три паса проходить центр. После такой атаки был открыт счет. Корнаухов не успел вернуться и прикрыть изеборы, и Нигерису оставалось только подставить голову под пас Кульчия. Больше до перерыва ничего запоминающегося не произошло. Во втором тайме армейцы прибавили в движение и стали чаще держать мяч внизу. Большого перелома в ход матча это не внесло, но игра на какое-то время переместилась на динамовскую половину поля. Три самых опасных момента у ворот Тяпушкина ЦСКА создал после розыгрыша угловых. Корнаухов и Варламов поочередно метили в дальнюю девятку, а казалось, что приземленные удары куда более эффективны. Один-один Симак забивает второй тур подряд. Сравняв счет, армейцы попытались вырвать победу за счет эмоций. Однако динамовцы довольно быстро выровняли игру, а в концовке запросто могли заработать и три очка. Гришин, зародивший атаку на своей половине, добежал до штрафной Кутепова, незамеченной никем, кроме Скокова. Как вратарь выручился ЦСКА в этом моменте, наверное, он и сам не скажет. Один-один две команды надежды межсезонья в низ своего 75-летия пока остаются командами-разочарованиями чемпионата. Сейчас первый, который забил Спартак, и он явился следствием целого ряда ошибок. Понятно, конечно, радовались наставников московского Спартака и поклонников популярной команды. Но посмотрите, Цимполарь, затеяв комбинацию на левом фланге, отдает точно мяч на ногу сопернику. А тот, в свою очередь, не найдя ничего лучшего, как переадресовывает его Спартаковцу. А далее Титов делает прострельную передачу. Робсон поскользнулся, не успевает на добивание, но тут, как тут оказывается, Тихонов и отправляет его мяч под перекладину. Счет открыт, а мы еще раз, как бы смакуя этот эпизод, обратите внимание, вот получил мяч игрок Джемчужины, отыграл его Спартаковцу, дальше последовал пас в одно касание Титову, прострельная передача мимо вратаря, который поторопился с выходом. Ну и дальше уже Тихонов, пробивший точно под перекладину. И вот ответный мяч похож почти один к одному на тот, который забил Спартак. Посмотрите, как прорывается к воротам Кокосьян. Пас Спартаковцу. Спартаковец, в свою очередь, чужому. Чужой отдает Зацепину, а Зацепин уже бьет без промаха в правый угол. И еще раз, это комбинация во всех ее деталях и подробностях. Гогиашвили сыграл не точно, но Спартаковец вернул мяч точно на ногу Зацепину, и тот пробил без промаха. Гогричане, который как на тренировке, без помех, прицелился и ахнул по перекладине, едва не угодив точно в ворота. Повезло. Спартаку не повезло Гогричане. Посмотрите, каким изящным финтом, и как поверил ему Спартаковский защитник, ушел Гогричане от соперника и мощно пробил перекладину. Затем возник момент у ворот Жемчужины. Титов ответил таким же мощным ударом, но Тумилович оказался на месте и отразил этот удар. И еще один момент, который вызвал и восторг, и разочарование. Черноморца должна была стать противоядием к уражу главной сенсации прошлогоднего чемпионата, и все получилось вполне удачно. Весь первый тайм ярославцы изыскивали способы преодолеть заслонный южан, не слишком, впрочем, заботясь о разнообразии подходов к проблеме. В итоге новороссийского кипера удалось потревожить считанное число раз. А самые опасные моменты возникали после подачи корнеров, но ни один из них так и не воплотился в забитый мяч. Высокие скорости, бывшие эффективным оружием Шинника в прошлом сезоне, включены не были. И второй тайм отличался от первого лишь тем, что гости, редко подбиравшиеся к ярославским воротам, сумели забить гол, незасчитанный вследствие нападения на вратаря. Дальнейшие события характеризовались отсутствием событий как таковых. Шинник мог забить лишь раз после очередного стандарта, однако снова шанс упустил, в итоге расписавшись свои безыскусности нулями. Дурневу дали пробить в дальний угол с линии штрафной, а ведь новичкам, как водится, везет. И команда Шевченко, неожиданно, скорее всего, для себя самой, оказалась в игре фаворитом, продолжая по инерции атаковать. И это в Калининграде, откуда по недавней, но уже прочной традиции, с огромными проблемами, увозят очки даже лидеры. Балтика в ответ выплескивала массу энергии, исполняя стандартные положения. Несколько раз смогли забить с угловых, но разумная контр-игра Уралана в первом тайме сводила всю усилие хозяев на нет. Вознаграждение за самоодачу Балтика дождалась на 57-й минуте. Силен прямым ударом со штрафного направлял мяч в ворота, а Царев лишь помог ему несвоевременно выставленной коленкой. 1-1. Ответный мяч притупил остроту атак в целом лучше игравшего Уралана, а Балтика, забив его, куража не поймала. Для нее важнее было не проиграть при своих болельщиках. И Юрия Шишкина. Но уже на третьей минуте последовал взрыв, оказавшийся неожиданным не только для гостей, но и для операторов. Пока после передачи Прудиуса поперек поля они пытались взять в кадр ванувшегося былого вратарского Матвеева, крайний защитник Михаил Куприянов резко пробил ближний угол. На сыром газоне Шишкин оттолкнуться не смог, и мяч от штанги завалился в ворота. 1-0. Единственное в матче вразумительная контратака Крыльев было опасно только в теории. Пабхадзе прокатил мяч через штрафную, но желание завершить атаку никто из его партнеров не обнаружил. На 25-й минуте Крыльев вновь были не готовы к подключению в атаку донских защитников, и успеха добился Городеленко. 2-0, и во втором тайме команды продолжали играть все в том же прогулочном темпе. Неожиданное ускорение Матвеева вернулось в пенальти. Эксуральец решил бить на силу и не ошибся. Шишкин вновь увез шипами в газоне и до мяча не допрыгнул. Крупная победа достигнута слишком легко, и после матча Андреев отправил своих на трехкруговую пробежку по стадиону. Прологом кроковой для хозяев атаки стал удар Челадзе с трудом отбитый Масленниковым, после чего тюменский кипер совместно с Жировым вынес мяч за лицевую. Угловое восполнение Алани принес большие неприятности. Со второй попытки воздушный застыл мяча штрафной у Сибиряков удался, и тот же Челадзе, стоя спиной к Масленникову, сумел перебросить крапчатый шар через вратаря. Затем случился рикошет, и на оскоке первым был Яновский. 0-1. После этого самолюбие Нефтяников сыграло не на шутку. Быстрая трехходовка с выходом на ударную позицию Фишмана должна была завершаться взятием ворот, но молодой тюменский солист пробил и мимо Хапова, и мимо рамки. Быстрое текущее время тайма совпадало с динамикой атак хозяев. После подачи углового головой бьет Патрельчак, но Хапов достает мяч в нижнем углу, а затем его накрывает. Но до реализации преимущества у Тюмени дело не доходит, а на 36-й минуте ее оборонцы валят в своей штрафной владикавказца «Чайку». Мяч на точке, и Яновский разбирается с Масленниковым без проблем. На табло шокирующий Тюмень 0-2, и удар головой Ягунова с полетом Хапова последнее, что запомнилось на экваторе матча. А во втором тайме лидерские амбиции Алани воплотились в полном доминировании на поле. Бетаров мог отличиться после сольного рейда, но попал в перекладину, сохранив текущий счет в качестве итога. У «Зенита» по первым минутам предпочтение могло быть однанно скорее концепцией Прокопенко. Крайние полузащитники ротора в сумасшедшем темпе нагружали штрафную «Зенита» мячами, где подключение едва ли не всех волгоградских футболистов обеспечивало значительный энергетический перевес, который, однако, никак не мог реализоваться в забитом мяче. Большая часть волгоградских атак зарождалась на левой бровке, где, как и в недавнем кубковом матче против ЦСКА, здорово смотрелся Виталий Абрамов. Один из его навесов транзитом через Зубко и Беркетова оказался в ногах Зернова, однако удар, которому Березовский не мог противооставить уже ничего, пришелся в штангу. «Зенита» все это время, видно, практически не было, но команда «Бышевца» в этом сезоне научилась смертельно жалить тех, кто перед ней раскрывается. А в Сипянск-Ульковом на фланге разыграли безобидную стенку, а Герасимед с ударами Маленикова и Каримова устроил ротору отрезвляющий холодный душ. Водные процедуры оказались на удивление действенными. После перерыва ротор заиграл втрое агрессивнее, проявив тем самым недюжинную психологическую устойчивость. Команда Прокопенко просто продолжила играть в свой футбол, а у «Зенита» это перестало получаться. На 79-й минуте Кривов сравнял счет в темп предыдущей атаки, и это оказало на ротор воздействие, сопоставимое с инъекцией адреналина. В атаку идут все, однако это не навал. Передача сохраняет осмысленный вид, а Леников просто выше всех за минуту до свистка. 2-1, первая в сезоне, выливая победа ротора. Ротор оказал давление, во втором тайме особенно, нам было очень тяжело. Вот, ну и, наверное, сами виноваты, что пошли на откровенное удержание счета. Победа в столичном дерби была способна создать необходимый национальный фон для последующих успехов. Но у тех и ни для одного из соперников матч так и не стал. «Динамо» и «Торпеда» сыграли, видимо, так, как они на данном этапе играют в состоянии. Действия в средней линии не ладятся и у одних, и у других. Поэтому немногочисленные острые моменты в матче возникали обычно спонтанно. В первом тайме осторожные оппоненты обменялись опасными выпадами лишь раз. И только после перерыва игра пошла поживее, что, однако, не прибавило происходящему зрелищности. Белоголубые на правах хозяина атаковали больше. Но перед чужими воротами у них получалось мало. Правда, изибор и заменивший Терехина Ромащенко эпизодические проблемы Воробьева создавали. Но торпедовский воротарь в этот день был в полном порядке, фактически ставший единственным героем встречи. Лучшую возможность размочить Воробьева имел Кульчий после одного из угловых, но свой шанс упустил. Игроки торпеды, между тем, у ворот Тяпушкина появлялись редко. Однако для того, чтобы забить мяч, Будушаури было достаточно завершить нехитрую стенку с Самарони сочным ударом в дальний угол. Это, однако, у него не вышло. А больше моментов у черно-белых не было. Зато «Динамовцы» усилиями своего белорусского легиона еще потрепало нервы Воробьеву. Сначала с острого угла атаковал Ромащенко, а затем едва не достиг цели очередной дальний выстрел Штунюка. Подобного набора аргументов для победы оказалось недостаточно. В итоге... Команда, которым было, что сейчас доказывать. Спартаку надо было опровергнуть гипотезы о начинающемся после поражения от Интера спаде. Ладикатка сгорели желанием убедить всех и вся, что первое место в таблице их по праву, а не следствие удачного старта благоприятного календаря. Ланя взяла с места в карьеры граны скоростях с неожиданной сменой направления атаки, коллективный жесткий прессинг в восьмом поле и непременная подстраховка партнеров. Вот три слагаемых успеха хозяев в дебюте матча. Уже на шестой минуте взлетевший на передачу Чайка, но совсем как Самаранов, колотил главой мяч в сетку через спину и в Сеево 1-0. И в минутную передышку Алании, как мышка в щелку, вырывается Гузникин. Атака Спартака похожа на ту голевую, как две капли воды. Только вот маленькой семерке москвичей с его ростового раза кажется неправдоподобно высоким, и мяч летит выше. Алания больше вожжа игры до перерыва из рук не выпускает. Базаев играет так, что заставляет усомниться в своей пятой графе дриблинг Тонио Бразильский. У Спартака в обороне время от времени вспыхивают локальные пожары паники. Ли Кавказы чувствуют, что второй гол назревает, только вот Корниенко срывает еще неспелый плод и чудом избегает карточки. Москвичи вынуждены играть не в свой фирменный футбол. Единственный раз за тайм у Спартака проходит узнаваемая атака, но Читок не успевает оказаться на штанге раньше мяча. Второй тайм, у словно не было перерыва, Чаладзе уходит от Горлаковича, как Феррари от Запорожца, и бьет самый угол 2-0. Страсти накаляются потихоньку до пределов. Хлистов сбивает жутаут, Саиновский, как капитан, идет к гущу событий и вдруг слышит от Филимонова что-то такое, но на что нет иного ответа. Красная карточка оставшейся 35 минут у Спартака будет на одного игрока больше. Но даже в десятером Аланье играет лучше до тех пор, пока Хлистов, решившийся забраться в чужую штрафную, не забивает свой первый гол за два года. 2-1, и уже ничего не ясно. Но Аланье держится, держится за счет Куража. Того, чего нет у Спартака. Того Куража, благодаря которому москвичи два последних года становились чемпионами. 2-1, ладикавказцы второй сезон подряд обыгрывают Спартак у себя дома. Я не понял, честно говоря, почему судья показал красную карточку. Дебютанта ротора вратаря Чичкина, а затем Абрамов опасно атакует ворота уже галкипера локомотива Нигматулина. Но и тот, и этот удар следует мимо. Не проходит по хронологии трех минут, как Чередченко уже кладывает на газон галкипера ротор, в действиях которого, обращая внимание, пока не робости, не суеты, а легкость просто-таки подкупающая. На повторе вы сейчас еще раз в этом убедитесь. Следуя опять-таки хронологии, шесть минут после предыдущего эпизода разыгрывается ротором показательная комбинация, начатая Великенниковым и закончившаяся ударом Абрамова. И вот тут-то выясняется, оборона локомотива в этом матче допускает целый ряд позиционных промахов. Потому что, опять-таки, по хронологии, две минуты спустя, хозяева поля допускают очень серьезную ошибку в обороне. Они бросают из-за боковой, мяч попадает к Веретенникову, он мимо троих защитников, вы видели, отдает мяч в зубко. У того первый удар не получается, но все-таки он успевает мячу раньше соперников и проталкивает мяч в сетку ворота. За этим подробным рассказом я углядел некий комплекс Веретенникова, который защита локомотива испытывала. Ибо зачем на него в центре поля, вы видите, бросалось сразу три игрока. И еще подумалось, а не это ли та самая тактическая задумка Прокопенко, давшего задание своему капитану бродить как бы подальше от чужой штрафной, предоставив возможность Абрамову-зубко выполнять его бомбардирские качества. И попал ли локомотив на эту уловку, а если и бы не было этой задумки тренера, сделано было самими игроками по ситуации, честь им, правда ли? Ну а домотив подчас собирал, как видите, штрафной весь наличный состав, и свой, и волгоградцев. А вот куда проще комбинация железнодорожников, едва не закончилась гол. После забавного розовыша углового, когда, смотрите, Харлачев задел флаг ногой, навес не получился сразу, но потом все-таки он последовал, и Саркисяну просто-таки не повезло. Конечно, он был близок к успеху, но у меня было впечатление такое, что и Чичкин был тоже на чеку. Ну, как бы то ли. Не обошли мы вниманием еще один игровой эпизод в центре поля. В безобидной ситуации Беркета слегка обидел Рикулина, тот нежно дал сдачу, судьи не заметили. И если следовать уже установившейся тенденции, Тараса без века следует отстранить граждане-контролеры на миссии Чишко. Против, как надо. За Цепиным. Вскоре отыгрались и армейцы, и также со стандарта. Хамуха наказал хозяев за снос Кулика, прицельно положив мяч в ближний угол. Потеряв преимущество в счете, Жемчужина понесла еще две потери, но иного порядка. Гальмаков и Бондарук получили травмы, причем Гальмаков весьма серьезную сотрясение мозга плюс повреждение глаза. Нарушение Щеглева против Гагричиани, трансформировавшееся для защитников армейцев в желтую карточку, к травме форварда Сочинцев не привело, напротив, видимо, разозлило Гочу. И на 44-й минуте он, получив передачу от Журавеля, обыграл Хамуха. Водушевленный Гоча немедленно отправил мяч в ворота еще раз, но рукой, за что справедливо склопотал Горчичник. Забивать рукой дозволялось только Марадоне, да и то давно. После перерыва москвичи приложили максимум усилий, чтобы отыграться, но по-настоящему острых моментов так и не создали. 2-1 победа Жемчужины. Недовольных армейских фанов пришлось успокаивать милиции, а руководство гостей осталось не в восторге от судейства Николая Левникова. Судья этот поедет на чемпионат мира. И было несколько моментов просто нехороших при нашем преимуществе, когда он там с висками такие, которые совершенно ничего не обозначали, сбивал игру. Это, может, для постороннего это ничего не значит, но для специалиста ясно. Первые минуты на правах гостеприимных хозяев позволил Сибирякам дважды попробовать реализовать штрафные удары. Проблем саморухово не доставившее. В дальнейшем обе команды играли без середины поля, быстро доставляя мяч к чужой штрафной, но опасный момент удавалось создавать только Уралану. Уже на восьмой минуте Литвинов и Шуканов резво использовали нарушение против Кормильцева. Бол вызвал протесты тюменцев, посчитавших, что штрафной был разыгран без виска, однако арбитр Киселёв был непреклонен и 1-0. Преимущество Уралана окончательно сформировалось к середине тайма. Редкие наскоки тюменцев опасности воротам формальных хозяев не представляли. В свою очередь, калнецкие игроки быстро обнаружили слабость левого фланга обороны Тюмени и периодически забрасывали в пустующую зону быстрого Кормильцева. Неразбериха царила в центре сибирской защиты. В результате несогласованность тюменских оборонщиков обернулась вторым голом на 36-й минуте. В два паса ураланца вывели на удар Шуканова, и этот челнинец сделал дубль. На втором тайме подпал и один мяч в пенальте отыграл, но это не помешало Уралану взять очередные три очка в Волгограде. Судя по первому голу, были большие претензии к судейству. Да, потому что он был сказал, что его будет пробиваться по свистку, а пробили без свистки. Шинник встречался с «Зенитом». Петербуржцы с первых минут ринулись в бой, и уже на десятый, после пробития Герасимцом углового, Андрей Кондрашов с сильным кивком отправляет мяч в сетку. 1-0. Геннадий Грижин был близок к успеху, но мяч уходит в небеса, и на этом активность гостей сходит на нет. Этим немедленно воспользовались питерцы, и спустя шесть минут после первого голкипер Шинник и Евгений Корнюхин не в состоянии парировать второй удар. Все повторилось, и угловой Герасимца, и игра головой, разве что отличился Геннадий Попович. 2-0. После перерыва мало что изменилось. «Зенит» по-прежнему доминировал на поле, и на 76-й минуте Роман Максимюк даже не забивает, а закатывает мяч в сетку. 3-0, и это первая крупная победа «Зенита» в чемпионате. Защитники играли «Зенитовских» хорошо. Вроде старались, но в конце не хватало липточного паса, или завершающего удара. А настрой у кого, на ваш взгляд, сегодня был лучше? У вас или у соперника? Ну, конечно, у «Зенита». Ну, вы знаете, мы к каждому сопернику всегда готовимся по-разному. И я думаю, сегодня, я считаю, благодаря удачно выбранной тактике, что у нас, в принципе, в каждом матче было, и благодаря этому мы добились результата. А последнее, опять же, по оптиминутству и сезона, разыгрывается по осени. Вот и вышло, что равные по своему самому высокому классу соперники выдали игру соответствующего умеренного уровня. Достойная внимания острота стала прорезаться лишь после перерыва, но момент рождались великим трудом. Утопая в рутине интенсивной борьбы за каждый сантиметр поля. Вполне объяснимо, что игра в такую ситуацию упростилась, и мяч в штрафной площади принялись доставлять по воздуху. Особо примечательны были ростовские угловые слева, более опасные территории, которым придавал Танкеев. После часа игры обе команды накопили достаточно выступательные потенциалы, и первым разрезился Черноморец. Куприянов, как борец, оказался сильнее Попова, но в итоге победил упавшим Лопатки. Бурдин открывает счет на 60-й минуте, предоизменив тем самым игру. В действиях Рассельмаша пробуждаются знакомые бешабашные черты, и бессмертность Бестрякова нигде не пробивает Володина с двух попыток. Четверть часа ростовской активности заграждается на 75-й минуте. Антонович забрасывает мяч в штрафную с фланга, а Кириченко за попытку добраться до него втаптывает по черноморскую пыль. И всему снадиону ясно, что Рассельмаш заслужил право уехать из Новороссийска со щитом, что и подтверждается 11-метровый ханкей. 1-1. И, конечно, успех Алании примечателен, так же, как и Жемчужины, равно, как и Ротара, не говоря об Уралане и, конечно, Зенита. Хотя Шиннику, Злонника, Валании, Ротара, Зенита, а как приятно болельщикам Уралана, идущего на шестом месте, представляете? И все-таки не в этом дело. Вы только посмотрите, где все пять московских команд. Полюбуйтесь, как они украшают замечательно подвал таблицы. У бомбардира статус хво сохранился. На Лугоградском стадионе, к привычным предматчевым ритуалам, добавив праздничное чествование ветеранов Сталинградс по марке. У ворот Новосадова и листинцы тоже действовали настырнее. И гораздо чаще наносили удары. С интервалом в пять минут Дурник бесспередственно бил слева в углу Аватарской, а Аксенов с правого. И оба раза мяч чудесным образом миновал створ. То, что в атакующих действиях ЦСКА смотрелось на академизм, в обороне выглядело уже как чистая медлительность. На правом фланге обороны преступно пассивный Боков в отборе, а Гриша на подстраховке. На бесхитростный финт уже внутри штрафной попадаются Шустиков, и в многолюдной штрафной ворота беззащитны перед Смертином. Однако удар следует в штангу. Перерыв. А девять минут спустя счастливую для ЦСКА атаку начинает Сергей Семак. С правого фланга, оставив мяч Хамухи, Сергей выпал из поля зрения камеры на все то время, которое Кулик Герасимов и защитник Уралена Царев переуступали друг другу мяч, а потом на пике замешательства ворвался штрафной и ударом в упор открыл счет. 1-0. Следующий эпизод побил все рекорды курьезности в российских чемпионатах. Штрафной упал Кулик, что само по себе выглядело смешно, а потом вратарь Самароков почему-то решил оставить в игре уходивший от армейца мяч и против правил взял его в руки. Свободный. И после удара Хамухи уже никому не смешно. 2-0. Учитывая разнообразно проявленную элистинцами на всем протяжении игры нервозность, либо несобранность, в их удачу не особенно верилось. Кормильцев угодил в перекладину, а Яшкин со штрафного вместе со стенкой обвел и ворота. Только за 7 минут до конца Дурник сделал скидку под удар Петросянцу и Новосадов определенно опоздал с прыжком. 2-1 как резюме. Уралан по-прежнему стоит выше в таблице, но ЦСКА объективно выглядит сильнее. Команды стадиона, где приезжающий соперник всегда чувствует себя достаточно в альбе. Вот сказанное в полной мере относится к матчу крылья Совета в Спартак, где спартаковцы с незапамятных времен всегда показывали яркую и атакующую и отличную возможность открыть счет, но не растерялся и лишь один единственный игрок Килимонов, который исправил оплешных двух центральных защитников с допустившим позиционный просчет. Активным и, пожалуй, самым опасным у московского Спартака был ни первый, ни второй, ни третий нападающий или кто-то из ярко выраженных атакующих ховбеков, а именно Ромащенко. Вот посмотрите, его мощный удар почти в верхний угол Слободько парирует на угловой. Запомним этот удар, потому что возникнет сейчас эпизод после длиннющей вот этой атаки с участием Филимонова, Горлуковича, Ромащенко, снова Горлуковича, вот Нинадяненко. Кому же все-таки мяч отдать, адресует опять Ромащенко, тот обыгрывает по ходу соперника и опять своей левой бьет мощно на этот раз в другой угол под перекладину. Отчаянный бросок голкипера не достигает цели, но достигает цели удар. Мяч оказывается в сетке ворот к огромному удовольствию полутора тысяч фанатов, приехавших на этот матч из Москвы. Во втором тайме сразу же после начала Милёшин едва не забивает второй мяч. И опять теперь запомним уже Милёшина, потому что смотрите, как Тихонов далеко выбрасывает мяч. Шесть игроков команды Крыльев Советов не мешают небольшого роста Милёшину, который отправляет без помех уже мяч в сетку ворот. Счет становится 2-0. Мы вернемся еще раз к этому эпизоду в конце нашей программы, так же, как и еще к одному, но уже в другом матче. Будет и эстетика, будет и курьез. И вот смотрите, опять Ромащенко бьет мощно головой, но на этот раз промахивается, а в выгоднейшей ситуации он находился. К тому, что он был одним из самых активных и опасных игроков. И вот опять же его удар, едва не достигая цели, но вратарь вручается в руках. Крыльев Советов использовал все сильные стороны своей тактической модели. Южане выставили на игру пятерых защитников. Четверо, как обычно, играли в линию, а чуть впереди располагался волнорез Степушкин. Однако оборонительной игровая стратегия гостей не выглядела. Мобильная средняя линия вязко действовала на поступах к штрафной, но успевала и атаковать. Локомотив не спешил включать предельные скорости, пытаясь расшатать оборону черноморца словно молочные зубы. Однако новороссийцы оказались коренными. Коллективный отбой в их исполнении не позволял железнодорожникам приблизиться к воротам Володина, и только ошибка черноморского голкипера на 21-й минуте позволила Джанашии преобразовать опасный штрафной, исполниласьковым в забитый мяч. Однако цифры 1-0 на табло горели менее 4-х минут. Гости моментально перегруппировали силы, и Нигматурин перестал чувствовать себя спокойно уже после дальнего выстрела Степушкина. А через несколько мгновений счет сравнялся. Под подачу Майорова с правого фланга Лучугайнов, и Нигматурин лишь взглядом проводил мяч, опустившийся в дальний угол. Никакого перелома, вопреки ожиданиям, в игре не произошло и после перерыва. Более того, гости осмелили окончательно и все чаще тревожили Нигматулина резкими выпадами. С учетом слаженной игры черноморца в защите, железнодорожники могли пересилить соперника лишь благодаря нестандартным ходам. Как только хозяева попробовали сыграть на коробке, у Джанашии сразу появился шанс забить еще раз, но обработать мяч перед воротами Заза не смог. В атаке у Локомотива откровенно не ладилось. В таких ситуациях раньше нередко спасали удачные дальние удары Косолапова, однако в этот день прицел был сбит и у него. В середине второго тайма в штрафной черноморца казалось возник пола для пенальти. Упал Джанашия, однако арбитр посчитал, что грузинский легионер первым начал отталкивать соперника, поэтому штрафной был назначен в сторону ворот Локомотива. Когда же делал дошну до штрафного в Володинской ворота, Лосков не смог выполнить его столь же удачно, как в первом тайме. Больше аргументов у хозяев поля не оказалось, а черноморец, сделавший ставку в атаке на молодого Дениса Попова, вполне мог увести в столице три очка, но свои моменты не использовал. В итоге 1-1. Матч между аутсайдерами чемпионата интересно можно было назвать большой натяжкой. Несмотря на то, что победа обеим командам была просто необходима, играли они как-то вяло, лишь изырки беспокоили вратарей друг друга. В нечастных атаках Динамо неплохо смотрелся Лаги Изибор, новичок клуба, изобразивший в начале матча настоящий зырковой кульбит. Спустя несколько минут хозяева вновь приблизились к воротам Корнюхина. На противоходе развели защитников, но завершить атаку снова не смогли. Слабый удар больше похожий на пинок, и мяч уходит за лицевую линию. Вскоре москвичи упустили еще одну возможность повести в счете. Нереализованный штрафной и по-прежнему 0-0. В конце первого тайма Шиннику удалось развить одну из самых опасных атак матча. Юминов, выходя сначала от Кульчева, а затем обыгрывая Островского, входит в штрафную и пробивает поворотом, но мяч попадает точно в кипера, что, похоже, для последнего оказалось полной неожиданностью. Вторая половина ничего не изменила на поле. Темп игры остался прежним, но атаки становились все более и более агрессивными. Серехин, летая в штрафную гостей, продолжает полет, но уже в прямом смысле. Преступление и естественное наказание. 1-0. Таковым счет оставался почти до конца матча, но незадолго до финального свистка в своей штрафной группе ошибается почти вся динамовская защита. Оказавшийся рядом Ярославец Сидоров, не растерявшись, гоняет мяч в сетку. 1-1. Попытка выйти из кризиса удалась обеим командам ровно наполовину. Все в белом поставили себя в ситуацию, когда надо играть на победу с любым соперником, даже в гостях и с лидером чемпионата. Подопечные Александра Тарханова первыми создали опасный момент, как демонстрацию серьезности своих намерений. Алания ответила стартовым натиском, но Воробьев пенки пускать был не намерен. А на 19-й минуте привычный сценарий для игр Володикавказья, хозяева атакуют, гости отбиваются и мечтают о контратаке, был кардинально нарушен Зауром Хаповым. Гудушаури, которому, если верить доявке торпеда, отроду всего 79 дней, уже собрался перекидывать мяч через выбежавшего за пределы штрафной вратаря, и Заур поднял руки не в качестве жеста капитуляции, а спасая свои ворота. Но наказание за пол последней надежды красная карточка, и Алания остается в меньшинстве. Впрочем, количественная неполноценность хозяев на их атакующих помыслах не сказалась. Давид Челадзе испытывал на прочность обороны торпеды, а та давала сбои. Но сначала траектория удара Челадзе проходила над воробьевыми руками, и Давид повалился на землю, то ли от отчаяния, то ли сосредотачиваясь. Активность Челадзе вынуждала москвичей следить за ним пристально, в несколько пар глаз и ног, но и это не помогало. Выручила торпеда штанга. А перед самым перерывом торпеда огрызнулась голевой атакой. Орловский запалил свечу на штрафной, Аваков сбрыкнул головой, и мяч едва чиркнув по руке второго кипера Алани Юрия Афанасенко, залетел в ворота. Второй тайм начинается символично, как и первой, атакой торпеда. А Челадзе по-прежнему терроризирует гостевую оборону, но создав очередной момент, бьет снизом прямо в Воробьева, и снова долго лежит на траве. Теперь уже очевидно, от отчаяния. Челадзе упускает и свой четвертый голевой шанс, отправив мяч на встречу с перекладиной. Визуальное преимущество Алании не может ввести в заблуждение Александра Тарханова. Именно во Владикавказе ему суждено победить первый раз в сезоне. А эстетский гол Сергея Скаченко после паса Самарони устанавливает окончательный счет. 2-0. Торпеда покидает последнюю строчку, а Алания первую. На этом ничего не значит, что это лидер, а мы последнее место. У меня не было, по крайней мере, два веских контраргумента, которых было достаточно для сдирования Волгоградской агрессии. Во-первых, в день победы вход на сочинский стадион сделали бесплатным, а Жемчужине была гарантирована эмоциональная поддержка 12 тысячам в трибун. А во-вторых, это главная фантастически надежную игру выдал галкипер Тумилович. Весь первый тайм он, по сути дела, один на один боролся с Веретенниковым, который без помех со стороны защитников Жемчужины врывался в штрафную, где натыкался на своевременно выставленные руки во вратарских перчатках. Визави Тумиловича Захарчук вступил в игру лишь однажды, погасив на выходе искру активности Гагиашвили, на что Тумилович ответил старицей. Атаку ротора организовал Зубко. Несмотря на то, что ее важнейшая часть, а именно рывок форварда на полсотни метров без мяча, ускользнуло от телевизионных видоискателей, а от Веретенников, выведенный Зубко на чистый мяч, ничего не смог поделать с куражом Тумиловича. После перерыва волгоградцы усилили натиск. Подача углового справа посеяла в штрафную панику, который на секунду поддался даже Тумилович. Мяч едва не влетел в сетку от колена Соколова. Положительный баланс созданных моментов висел над ротором тяжким грузом. И единственным, кого не волновало нереализованное преимущество, оставался Зубко. На 72-й минуте он размашисто прошагал мимо Журавеля и отвасовал в центр, где мяч после серии отскоков самостоятельно лег на ногу Веретенникова 0-1. Но покой команде Прокопенко только снился на предпоследней минуте. Глимаков перепрыгнул всех, а легкий рикошет от головы Шмарков оттально запутал Захарчука. 1-1 сегодняшняя «Жемчужина» способна на волевые усилия. Нас Анатолий Николаевич настраивает так, что с любыми командами, что просто на победу. Бурного моря Балтики с полностью синей Тюменью выдалась безалаберной. Первый тайм получился настолько малосодержательным, что его фрагменты не были востребованы данным отчетом. В перерыве вывода сделала только Балтика. Пока Тюмень неряшнево разбазаривала атакующие моменты и путанно защищалась, калининградцы, усвоив совет тренера Ткаченко, принялись сочно лупить поворотом со всех позиций. В итоге, сделавший почин мяч Баранова получился просто шедевральным. Траектории напомнив полет баллистической ракеты. 1-0. Тюмень не прекратила борьбы. Можно даже сказать, что в сложной ситуации в команде обнаружился лидер, Константин Фишман. Но его зрячий пас не использовал Гончаров, недостаточно ловко вывернув ударную ногу. Попытка бородки надобить столько выгодно подчеркнула разворотливость по Мазуна. Сразу после этого Балтика забила вторично. Удачный финт и стандартная подача Аджинжала, скупи с прыжком и ударом Даева, набросали черты классически британского гола. Тюменцы больше не рисковали вылазками, а к концу матча вообще бросили играть. Чуть не в трикасании от своих пород до чужих, Балтийцы вывали на удар номинального защитника Бутикоса, но счет так и не стал крупным. 2-0. Мальчик против Ростельмаша вышел с одним нападающим, Ростовчане с двумя, но в первые минуты игры на поле были заметны лишь полузащитники, ожесточенно атакующие своих визави в центре поля. Первыми к вязчему удовольствию болельщиков отметились хозяева. Куртиян на мелком пасе обокрал связку гостей, а Попович приложился от души, но мимо. Ростовчане пытаются наладить осмысленную атаку, но все это больше похоже на навал. Контрнаступление белосиних намного эффективней. Лишь в последний момент защита успевает помешать Максимику распечатать ворота Владимирова. Обходные маневры Ростельмаша в виде дальних ударов в этот раз явно не по вкусу Южной Фортуне, зато гол Зенита выглядит вполне логичным. На 22-й минуте стенка Максимика с Игониным заканчивается прострелом вдоль линии ворот, а зенитовский гренадер Попович эффектно срезает мяч головой в ближний угол. Неприятности Ростовчан удваиваются через 7 минут. Штрафной в исполнении Горисимца опасен и не более, но вторая волна все же заканчивается голом. Доводы гостей о том, что Горшков сыграл рукой на Юрия Тихомирова впервые судившего матч высшего дивизиона. Впечатление не произвели 2-0 и ростовчане начинают с центра поля. В оставшееся время первого тайма Зенит еще успевает растранжирить пару неплохих моментов. Березовский вступил в игру лишь однажды. Вторую половину гости начали гораздо активнее. Не растерявшись запал Прудиус пытается в одиночку справиться с Зенитовской обороной, но партнеры уже начинают верить в поражение. Пора велика, а замена Андреева на усиление атаки переводит игру в русло от ворот до ворот. Делает замены и Бышевец, но это скорее для игровой практики запасников. С царской небрежностью Зенитовцы продолжают царить возможностями утроить счет, однако третий гол все же состоялся. Свечку Лепехина в падении поймал на правую ногу Панов, а кипер Ростельмаша в это просто не поверил. 3-0 и отыгрываться слишком поздно. Сегодня, ну я думаю, команда хорошо сыграла. Табула говорит 3-0, мы выиграли. А так как говорит, что играли на вал, табула есть. Пепси, генеральный. Если вопросом глядя на таблицу, присутствуют ли в нынешнем расположении команд признаки весеннего футбола или это смена сложившихся стереотипов. Видимо, и то, и другое, если учесть, что Спартак уже подает пример остальным московским. Кулик забивает первый мяч. Очень быстрый гол. Но не без оплошности защитников и прежде всего в позиционной игре, равно как и в техническом плане. Промахнулся по мячу, посмотрите, Орешников. Кулик оказался тут как тут. Ну, с близкого расстояния уже делать было нечего, и он послал мяч в сетку в ворот. Далее. А далее, вот посмотрите, мы специально акцентируем ваше внимание. Вы видели, 21-я минута пошла, и вот это была по-настоящему первая атака команды Крылья Советов, которая добилась права подать угловой. Ну, разобрались в этом эпизоде очень грамотно защитники команды ЦСКА и ликвидировали угрозу. Посмотрите еще раз. Вот мы просто специальным монтажом вам показываем еще раз этот момент в этом матче. Это он наносит удар, попадает в ногу, мяч уходит на угловой. Еще одна атака команды ЦСКА, и снова Щеголев бьет поворотом, и вратарь на месте. Вот так и заканчивается первая половина. А в заделе серединой поля. Очень быстро переходили от обороны к атаке, и это привело к тому, что вот Филипенко прорвался по флангу в чести игроков команды Крылья Сорветова. Они играли по джентльменски, по правилам, не нарушили правил. И Филипенков вошел в штрафную площадь. На замахе обыгрывает все того же Орешникова. Тот, вскакивая, продолжает борьбу, но не успевает прервать передачу. И образцово у лик забивает мяч в сетку ворот. 2-0. Игра уже сделана. И армейцев остановить очень трудно. У них игра получается. Выходящие на замену игроки не меняют общей картины. Это Бабенко пасует Симаку. Он поскользнулся и не успел пробить поворотом, но отдает мяч назад. Удар поворотом на этот раз в голкипер. Щитник отскакивает глубоко назад к своим воротам. Оффсайда нет. И Максим Боков красиво в падении посылает мяч точно в нижний угол поворот. Безусловно, красивый мяч. И заканчивается вторая половина тем же, что и первая. Ударом, поворотом. И на этот раз голкипер команды Лимфрия Совета вручает своих... Приподняться над болотом неудач. Начало матча знаменовалось ударной серией Уралана, впрочем, не ставшей результативной. Несколько раз бравший на себя завершение атак Юрий Аксенов увидел открывшегося Дурнева, но между ними проскользил Орловский. В следующей атаке гостей ворота торпеда спасает Перекладина. После пяти минут полного бездействия москвичи очнулись и создали несколько опасных моментов. Скаченко изобретает невыполнимо сложный финт коленом и мяч уходит за лицевую. Через минуту возможность отличиться выпускает Гашкин. Выйдя почти один на один с кипером, не справляется с единственным препятствием Александром Игнатьевым. На 43-й минуте торпеда все-таки добивается успеха. Автором первого гола становится Георгий Гудушаури. 1-0. Через три минуты Бушманов и Булатов ценой нарушения прерывают атаку Уралана. Как оказалось, цель не всегда оправдывает средства. Травной назначенный рефери с расстояния метров в 30 пробивает Виталий Литвинов. Вызрел оказывается точным и мяч ложится в левой верхней. Второй тайм не принес забитых мячей и множество моментов. Лишь изредка команды беспокоили вратарей друг друга. Однако удары были либо слишком слабыми, либо абсолютно неточными. В итоге ничья 1-1. Шинника Петр Шубин ответил гусарским маневром и выставил на матч против «Жемчужины» в белой форме четырех форвардов. Дискутировать о том, перешло ли в итоге количество в качество, можно бесконечно. За счет ширины фронта атаки четверка ярославских форвардов успешно полосовала сочинские тылы. Но из-за недостаточного опыта такой игры действовала в разнобой. Строщность обороны не более чем миф. Шинник отыгрывается легко, защитники прижимаются к воротам. Вместо противодействия Серебренникова мешают батарю видеть момент удара. 1-0. Чуть погодя бьет снытко. Иенин уже опережал своего визавина добиваний, но вратарь Томилович длинной рукой подгреб под себя мяч. Чуть позже подача верхом. И снова сочинцы не в состоянии ни Сидорову помешать сыграть головой, ни путилину пробить в упор. Только снова удачка в Томилович. Шинник ладеет уже колоссальным преимуществом и теряет бдительность. В итоге элементарный вынос мяча подальше оборачивается голевым по сути пасом на форварда Мендеса. Бразилиц пробежал в одиночестве метров 70, явно соскучился по пути и так обрадовался встрече с Корнюхиным, что фактически подарил ему мяч. Однако уже в следующей атаке решающий гол все же состоялся. Ещенко головой пробил в упор. 2-1 в пользу Южан. За минуту до этого Шубин выпустил на поле пятого форварда. Я считаю, в первую очередь... ...посылки для того, чтобы начать домашнюю встречу с Тюменью с места в карьер. Во-первых, ростовчанам перед своими зрителями надо было доказывать, что их невыразительная игра в последних турах явление временное. Во-вторых, Тюмень сейчас в глубоком кризисе, вызванным финансовыми причинами. В-третьих, может быть, в главных, у старшего рассельмашевца Сергея Андреева восьмой тур первенства совпал с днем рождения. Первый свечу на праздничном пироге именинника ростовчане зажгли уже на второй минуте, когда Матвеев удачно бросился под пикирующий мяч. А еще через полчаса Кириченко за второй попытки точно пробил в нижний угол. 2-0 и при таком счете можно поиграть на публику. Правда, до перерыва оборона гостей такую возможность Рассельмашу не предоставляла. А вот во второй сорока пятиминутке разнервничался самый надежный из сибиряков – Масленников. Будь Кириченко поудачливый, он бы точно стал героем матча. Однако штанга на родном стадионе решила, что и голос молодого форварда достаточно. А вот Матвеев сумел сделать дубль. 3-0 и у хозяев понеслись забивать все желающие. Либера Градзеленко бьет с пары метров, белый свет как копеечку, а Куприянов сдувает пыль с правой крестовины. На последней минуте вновь из-за предела вратарска забивает Матвеев хет-трик. 4-0. Он герой матча, как и Андреев, как и Рассельмаш. Все старались, все выложились. У Сергея Васильевича сегодня день рождения. Белого Динамо предполагать было легко. Москвичи пока еще не побеждали и не забивали с игры. Черноморец верен себе стилистически, но в семи матчах сделал шерстничий. Приравная мотивация, стратегические инициативы овладели хозяева. Опасно пробил Камнев, а после назначенного вслед за этим углового второй опасный момент привел к голу. Ростлый Динамо в очередной раз побежден в игре главой, а одиночество Гераченко на дальней штанге необъяснимо. 1-0 отражается в окаменевшем взоре Николая Толстых. Черноморец кажется, елый шаг к победе, но на 50-й минуте с пенальти, назначенного за игру рукой, Терехин уравнивает счет. 1-1. И на этом игра фактически прекратилась. Динамо, владея мячом, снова оказалось не в состоянии играть быстро. Гришин и Скоков вместо фланговой работы поставали в центр, где удары Ромаченко и Кульча упирались в рикошеты. Что касается Черноморца, то команда могла довести до голов в два стандартных положения. Однако, близость атак к цели не сняла стойкого ощущения навала. В концовке Степушкин звякнул перекладиной, снова оказавшись лавчей в гренадеру Штонюка и Островского. На счет 1-1 так и не потерял актуальности. Седьмая ничья Черноморца, восьмой не выигрыш. Локомотивом гости в белокрасном в статусе финалиста Курткова. Вперед, но в угоду в футбольном фортуне пропустили первыми. На шестой минуте Герасиме с Горшковым разыграли стенку, а траекторию навеса в штрафную замыкает Максимюк, используя защитника в качестве прикрытия момента удара от глаз Макулина. 1-0. Быстрый гол хозяев рисунка игры не изменил. Локомотив атакует большими силами, но зенитовская защита заставляет ошибаться подносчиков мячей на голевые пятачки. Шанс пробить оборону синих возник из стандартного положения. На 18-й минуте Гуренко заработал штрафной, а Ласьков из неимоверных далей поймал Березовского по принципу «не может быть». 1-1. Две минуты спустя Лепехин, заменившись в составе «Зенита», вызванного в молодежную сборную России Дмитрия Давыдова, снова выводит хозяев в ранг единоличного лидера турнирной таблицы, с углового послав мяч в сетку мимо трио гостей во главе с Нигматулиным. До конца первого тайма счет не изменился, хотя контратаки «Зенита» выглядели острее широкого наступления «Локомотива», а на последней минуте Горшков едва не вышел один на один с «Ватарем». Геннадий Куличенков игру останавливать не стал. После перерыва и Бышевец, и Семин активно пользовались правом взамен, но если выход Косолапова внес в игру «Локомотива» свежую струю, то замены в «Зените» оказались не столь удачными. Постепенно хозяева перешли на удержание счета, за что и были наказаны. На 80-й минуте подачу Ласькова с углового флажка превращает в гол Евгений Харлачев. Запоздалая активность «Зенита» в конце матча результата не приносит, и «Локомотив» увозит из Петербурга с боем заработанное очко. Мы не играли на удержание счета. На мой взгляд, все-таки первой причиной ничейной игры, того, что мы не удержали счет, является то, что к нам приехала команда, которая показала наиболее содержательную игру. В общем-то, я так и ожидал, что так и получится, что «Зенит» будет уже играть как бы на удержание счета и будет пытаться поймать нас на контратаке, что, в общем-то, он и сделал так. И несыгранного не в свой день, и «Зенит» «Локомотив», состоявшийся в субботу. В субботу заслуживает также похвалы победой «Жемчужина» и удивляет шинники и проигравшие у себя дома. Интересно, что обеих команд, я имею в виду и «Зенита», и «Алань». Мать «Спартак», «Балтика», конечно, перенесенный, несколько меняет положение относительно клубов, которые находятся наверху. Любопытный черноморец и «Динамо». Они по семь матчей из восьми уже сыграли в ничью. Рекордсмены. У бомбардиров Олег Веретенников по-прежнему в гордом одиночестве, но, кажется, появился, наконец-то, и конкурент Юрий Матвеев, сделавший хет-трик в ростовской команде. У него стало шесть забитых мячей. И продвинулся. В таблице, а потому остро нуждающиеся в очках, с самого начала ринулись атаковать. И подряд создали несколько действительно опасных моментов. А иногда и просто неумело исполненными финтами. В середине первой половины «Динамо» чуть было не стали косвенными виновниками гола в свои ворота, нарушив правила. Герасимец навешивает в штрафную, но Кондрашов кипков отправляет мяч правее штанги. Через пару минут «Динамо» уже снова в атаке и здорово играет в лаке. Неожиданно и сильно он выстреливает с линии штрафной, но мяч почти трется о правую штангу и уходит за лицевую. Тому же результаты достигает и Кофтин, за 25-30 метров пробивая поворотом. Такое впечатление, что за спиной Березовского магнит. В последние пять минут «Зенит» ненадолго очнулся и пару раз заставил Тяпушкину поволноваться. Сначала мяч после удара Куртияна уходит в небо, а затем после навеса Герасимца Кофтин, пытаясь отвести опасность от собственных ворот, чуть не становится автором автогола. Во втором тайме темп игры и количество атак сильно изменились. Правда, не в сторону увеличения. Иногда казалось, что команда спят на ходу. Создавалось впечатление, что «Динамо» просто ненужные очки. Все опасные ситуации второй половины свелись к четырем штрафным москвичей. Мяч, хотя и летел не мимо ворот, но сетки так и не коснулся. В трех из четырех моментов его путь прерывали руки Березовского. Лишь после четвертого удара мяч ушел выше перекладины и то не без помощи кипера гостей. В итоге, так нужная москвичам победа не застоялась. 0-0. Обрушившийся на Сочи за два часа до начала черноморского дерби продиктовал содержание матча. Было много борьбы, порой довольно грубые и мало созидательных действий, особенно со стороны черноморцем в синей форме. Анатолий Байдачный выпустил пятерых полузащитников, рассчитывая за счет насыщенности середины поля в корне пресекать атакующий порыв черноморца. Правда, таковой у гостей не обнаружился. Тем не менее, ход игры дал повод Байдачному не удовлетвориться действиями зацепи на правом фланге. На 41-й минуте вместо него появился Артур Кузнецов и Жемчужина с его помощью здорово провела концовку тайма. За несколько секунд до свистка Гагяшвили со штрафного уложил мяч в угол 1-0. Сразу же после перерыва Черноморец восстановил статус-кво. Тумиловича, конечно, подвело скользкое поле, но Жемчужина была справедливо наказана за безалаберность Богатырева, который во время долгого полета мяча с чужой половиной поля даже не предпринял попытки занять правильную позицию. Забитый мяч не расшевелил новороссийцев. Гагричианин в очередной раз нашел свободное пространство и время сделать сложный технический прием. А на вылетавшего в штрафную Кузнецову гости не обратили внимания. Торпеда был больше, нежели обычной битвы за три очка. Оба главных тренера Аверьянов и Тарханов стали в этом чемпионате заложниками унылой невыразительной игры своих команд. Но если слухи об отставке торпедовского наставника ходили еще в прошлом сезоне, то известие о том, что поражение в этой игре может стоить Аверьянову места, всколыхнуло всю Самару. Однако тренера Крыльев не дали в обиду его подопечные. На 26-й минуте Аверьянов-младший откатил мяч под удар Рязанцеву и 1-0. Можно говорить, что у самарцев сломан наконец лед комплекса перед столичными клубами. Ведь двух предыдущих игр Крылья пропустили от Спартака и ЦСКА пять безответных мячей. В оставшееся время первого тайма содержательной игры не получилось. Но если торпедовцы просто потерялись на пачковатом поле, то самарцы бились до последнего. После же перерыва хозяева начали грамотно играть на удержание счета. Игровое преимущество было-то у торпеды, но штрафную москвичи не опускали. А на дальние удары Слободько реагировал безошибочно. Когда у тебя не получается задуманно, это все валится из рук. Либера Саюн в центре поля проспал рывок циклаури и Воробьеву опять приходится вертеться в белках в колесе, спасая ворота. Этот момент типичен для матча. Крылья во всем быстрее на шаг, которого так не хватило через несколько минут Виктору Булатову, когда он вместо мяча сыграл в ногу Папхадзе. Кеннадий неоспорим и никто из торпедовцев не протестует. В итоге 2-0. Сафронов с точки забивает уверенно, а торпеда никак не может подняться со дна турнирной таблицы. Стоянием лидера аутсайдера. По традиции о составах. Алания в воротах Хапов, второй Пагаев, третий Гахакидзе, четвертый Федоров, пятый Датдеев, шестой Мороз, седьмой Жутаутас, восьмой Бетаров, девятый Дзамихов, Чаладзе и Чайка, десятый и одиннадцатый, соответственно, формируют дуэт атаки. Главный тренер хозяев Валерий Газаев. Шинник, первый номер Корнюхин, далее Потехин, Махмутов, Леонченко, Казаков, Йенин, Гришин, Тутилин, Смертин, Юминов, Серебренников и в качестве полноправного двенадцатого номера новый главный тренер ярославцев Давид Кипиани. Первый матч известного грузинского специалиста придает этой и без того занимательной встрече уж совсем эксклюзивный колорит. Поражение Кипиани в этой, по сути, пробной игре вряд ли ставило бы под сомнение едва начавшийся ярославский этап его карьеры. Однако у Кипиани нет ни дня лишнего. Очки нужно брать с места в карьер. И созидательные усилия Шинника и с полного небытия в начале тайма постепенно эволюционировали и в середине доросли до статуса эдаких полумоментов. Однако их неполноценность уже чего-то стоила. Юминов дважды выскакивал к воротам, однако дважды же лайн-смены фиксировали офсайды. Середина тайма вообще стала временем, когда Алани, не добившись быстрого успеха, снизила активность. И здесь самое примечательное, насколько быстро Шинник избавился от инерции и разрушения, начав налаживать издательную игру. Венцом этого стремительного прогресса стала атака, затеянная на левой бровке Леонченко. Ее можно назвать первой осмысленной, даже сделав скидку на приличное число бракованных передач, на которые эта атака опиралась. Владикавказцы начинают нерационально расходовать энергетику, и отсюда так свойственны им потери внимания, прежде всего в обороне, без причин и нарушения правил. Зато, когда нужно не отвечать ударом на удар, а нападать первым, Владикавказский клуб удивительным образом мобилизуется. И отражением этого чаще всего бывает высокая результативность Алании. На 41-й минуте двухокик запозиционно одурачил Потехина, что могло бы рассматриваться как назидательный каламбур в адрес последнего и замкнул фланговый навес расчетливым ударом в дальний-нижний угол. На том же голевом дыхании новое погружение в Корнюхинскую штрафную в этот раз напоминает о себе неожиданно выпавшая из игры форвардская связка Чаладзе-Чайка. Взаимодействие между ними строилось по тому же принципу, что и в начале. Чаладзе остановил для Чайки мяч, и тот ворвался в зону ответственности Корнюхина, однако поле оказалось слишком мало для Чайки, забившегося в неожиданных сетях сорванной рекламы. Тайм, казалось бы, спокойно катился к перерыву в том виде, Мхапова стал результативный, причем нельзя даже сказать, что ярославцы поймали хозяев на контратаке. То, что произошло на последней минуте первой половины, выглядит как продуманная акция. Смертин выдержал техническую паузу, оглядев пространство штрафной площади, нашел на дальнем ее конце Гришина, а тот в высшей степени аккуратно скинул мяч набежавшему Казакову. Обращают на себя внимание лихорадочные рывки Мороза, который помогал одноклубник удержать Серебренникова, вместо того, чтобы отсекать возможную вторую волну ярославской атаки, олицетворением которой как раз и стал клеймейк Казаков. Такая неожиданная концовка первого тайма, сконцентрировавшая под спудную борьбу, ушедшую на всем его протяжении, была лишь завязка интриги. Главным достижением Давида Кипиани стал тот факт, что незаполненное игрой время перерыва не пропало для футболистов Шинника с эмоциональной точки зрения. На второй тайм они вышли с тем же ярко выраженным наступательным зарядом. В эти минуты ярославцы впервые вели игру, стремясь избежать мелкого паса в центре. Техничная полузащита Алани не могла сбить их темп. На 49-й минуте Шинник получил право на угловой, едва ли не первый в матче, и стандарт тут же становится результативным. Выше всех выпрыгивает Серебряников и забивает мяч, похожий на тот, что провел бы Хакидзе. Примечательная деталь Серебряников, устремляясь к навесу, стартует едва ли не от линии штрафной. Все это время за ним следит Федоров. Однако в пиковый момент атаки Серебряникову в воздухе противостоит лишь запоздавший с выходом хапов. Вообще не очень уверенная игра защитников становится симптоматичным явлением. Оборона то самое слабое звено в волевом отношении, от которого зависит игровой тонус в виде кавказского владела вражеской. Отчасти не была запоминающаяся игра Гахакидзе, отчасти большое число низкоэффективных стандартов, разыгранных хозяевом поля на последних минутах. В итоге 1-2, которые внешне нелогичны, хотя и объяснимы. Это и в сегодняшней игре было видно, хотя они как говорится, ложились костями и очень старались. Улов не удержался на ногах штрафной гостей и потенциально опасный момент завершился угловым. Стандарт хозяева разыграли блестяще. Черепченко пропустил падающий снаряд, а стремительно набежавший Аганесян смачно ударил с лёта. 1-0. Рано получив преимущество в счёте, москвичи не стали сбавлять обороты. Кири активный Гуренко улетает от всех соперников и вновь отдаёт Аганесяну. Но второй удар Саркиса вышел не столь точным и прицельным. Хозяева в первом тайме владели подавляющим игровым преимуществом. Подолгу запирает сельмашицев на их половине, а на своей оставляя лишних Матулина. Создавая голевые моменты, локомотив транжирил их беспечно, иногда по несколько за атаку. Впрочем, по лёгкости, с которой у москвичей эти моменты рождались, казалось, что счёт рано или поздно увеличится в пользу локомотива. Абсолютная уверенность в своих силах позволяла москвичан даже пофорсить штрафной соперника. Но второго гола всё не было. У ростовчан же в первой половине в центре внимания находился Прудиус, мяч у которого буквально валился из ног. Его передачи были неточными, а единоборство Прудиус проиграл практически все. Минут 20 зрители только о нём пели и говорили, но Сергей Андреев не дал болельщикам вдоволь поиздеваться, заменив Прудиус уже в середине тайма. Он до штрафной площадки ни разу не дошёл. Или он посчитал, что он очень прилично отыграл с Тюменью, теперь за ним место забронировано, что его разочаровать. Такой игры Прудиуса за три года я ещё не видел никогда. Её даже бездарно нельзя называть. Но и остальные партнёры Прудиуса выглядели немногим лучше заменённого товарища. За вестайм ни одного удара в сковор ворот и лишь два даже не полотединоборства. И как следствие забили мяч. Правда, Кириченко забежал в офсай и счёт остался без изменений. Пропущенный, пусть и незащитанный мяч подключнул притихший было локомотив. Гуренко после прекрасного сольного прохода всерьёз потревожил Савченко. Но моменты, создаваемые Локо во втором тайме, уже являлись следствием некомандного взаимодействия о индивидуальных усилий. Когда ростовчане остались в десятером после удаления Градиленко, хозяева попросту перестали играть, поджидая свистка судьи Ефрынцева. Но у осмелевшего Рассельмаша были другие планы. Нигматурин остался наблюдателем в эпизоде, когда на 85-й минуте мяч транзитом от перекладины падал на ногу Кереченко. 1-1. Футбольная банальность, играть надо до финального свиста муру Кулика на неуклюжее ныряние. Но именно этот неосмысленный манёвр сбил с толку Камазуна. Армейский клуб повёл 1-0. Бедные, но примечательные игровые моменты первой тайги ещё успел вместить в себя балтийский удар. И этот эпизод положил начало безоговорочному доминированию калининградцев, которая оформилась окончательно во втором тайме. Команду потянул за собой Руслан Аджинжал. Он своевременно брал на себя ответственность за завершение атак. С поправкой на беспомощность армейских оборонцев фрейд Аджинжал от ворота Новосадова производит классный визуальный эффект. В середине тайма Аджинжал был замечен на левом фланге. И теперь уже хозяйский навес имеет голевое завершение. Мяч на ленточке опирается на голову Буйткуса и оказывается в рамке 1-1. Ничейный исход по душе и той, и другой команды. Потенциальным лидером стал Ротор. В случае победы в отложенном матче над Ураланом он наберет 17 очков на очко больше, чем питерцы. Спартак угадал с зенитом. Возможно, все эти выколки звучат немного путно, но такой уж у нас сейчас путанный чемпион. Ну, что касается нижней половины таблицы, то тут отложенные матчи Тюмени и Уралана практически не препятствуют общей ясности картин. Аутсайдер пока не определился, хотя Тюмень и Торпеда остаются главными соискателями этого малоприятного титула. Впрочем, теперь в чемпионате выступает первый маленький перерыв. Саркастические аплодисменты публике. Во втором тайме фланговые ускорения Гришина стали иногда удаваться. Кобелев после одного из них плохо соизменил силу своего удара и реакцию кипера Савченко. Гола нет. Зато игра снова подает повод для отсылок к Франции. Рейд Кришенко с поправками на российские реалии сильно напоминает вчерашний гол марокканца Хаджи. И вот теперь все ассоциации исчезают уже окончательно. Ростов повел 2-0, придав голу Станюка статус утешительного. Плохая игра продолжается. И что самое обидное, что имея определенное преимущество территориальное, значит, мы его не можем... ЦСКА в игровом отношении матч определила высокая событийная насыщенность. В 20-й минуте Спартак повел счет и забил Тихонов. А совсем скоро Оленичева совершенно явно снесли. Правда, вне штрафной и ошибочный пенальти справедливо не был реализован. И этот факт стимулирует у армейцев появление Куража, который на 31-й минуте получает голевое воплощение. Варламов удачливее остальных 1-1. Наступление перерыва могло только помешать эмоциональному задору армейцев. Но этого не произошло и в начале второго тайма матч едва не пошел по анти-спартаковскому сценарию. Выручил Цимбаларь ударом за штрафного оформивший победу Спартака 2-1. Спартаку тяжело, но он играет в полную силу. В показательной форме жертвой этого чуда пал московский локомотив, который, правда, во многом виноват сам. Семин поставил ворота Биджиева и тот в нужные эпизоды не выручал. В течение 9 минут в первом тайме Кузнецов и Бондарев забивали без сопротивления со стороны защитников и вратаря. 2-0. Биджиев бесславно покинул свой пост, но матч локомотивом был уже проигран. Спартак ЦСКА 2-1. Растельмаш выиграл Москве у Динамо 2-1. Жемчужина выиграла у локомотива 2-0. Алания Зенит 0-0. Уралан Черноморец 1-1. Балтика Ротор 2-2. И крылья Советов Самара Шинник 1-1. В последних местах Динамо Москва, что абсолютно удивительно, если не сенсационно, и Тюмень. Когда Романца выпустил на поле Робсона и Канищева, спартаковские атаки тут же прибавили скорости. Именно бразилец, выиграв пространство на фланге, пасом дал импульс голевого начинания у хозяев. И Канищев открыл лицевой счет своим голам за Спартак в чемпионате России. 1-0. Общая инертность Волгоградцев никак не позволяла разглядеть в них претендентов на золото. Единственной отрадой Прокопенко был Есипов, показавший чудеса универсализма. Ротар, увлекаясь игрой впереди, сзади оставлял разряженные пространства, а Робсону только и нужна свобода. В быстром отрыве Спартака бразильская активность инициирует гол. Канищев забивает без помех 2-0. Подопечным Романцева редко удается ровно провести матч. На этот раз Аксиому подтвердил Есипов, что удивительно забивший головой. Но интрига прожила не больше двух минут. До мяча проведенного Романщенко 3-1 удачные замены приносят в протоку победу. Они опять? Голубые уверенно действовали в выездной встрече с Аланией и добились вполне приемлемого результата. В матче было создано немного голевых моментов, но по их количеству гости хозяевам не уступали. Алани действовал в привычном стиле, а самая красочная фигура в их желто-черной палитре стал Челадзе. А на исходе тайма тот же Челадзе перед штрафной оттянул на себя аж четырех динамских защитников, после чего оставшись свободным Чайка спиной почувствовал надвигающегося на ворот Яновского. Владикавстанский сборник со шкалерской аккуратностью уложил мяч в угол 1-0. По богатству событий второй тайм превзошел первый. Через 10 минут после перерыва Динамо отыгралось. Юрий Ковтун в духе своего тезки Никифорова времен расцвета свершил рейс к штрафной, а Терехин выступил в роли промоутера сочного удара резвого защитника в угол 1-1. А на 67-й минуте хозяева получили ощутимый удар по своему престижу. Второй гол на сквечей зародился вдали от ворот Хапова. Усилиями Прохоренкова и Кобелева мяч был достанен штрафную, где недавно амнистированного после ссылки в дубль динамовского капитана спровоцировали нападение. Пенальти. Терехин разбирается с Хаповым и гости выходят вперед. Однако за 12 минут до финала Челадзе опять среплить нервы с защитником Динамо. И в итоге Островский, намеревавшийся придержать ретивого форварда рукой, сделал это слишком очевидно для арбитра. Сначала сравнялся счет по 11-метровым, а затем и по голам. Яновский устанавливает окончательный результат 2-2. Алании вновь не удается победить у себя дома. Дома Шиннику 0-1 и сейчас находится в аду турниной таблицы. Жемчужина сыграла в Сочи дома с Растельмашем 0-0. Уралан выиграл у Локомотива 1-0. Зенит выиграл в Гостях в Самаре у Крылья Советов 2-1. ЦСКА Торпеда 1-3. В турнирной таблице лидер Зенит и уже начинает отрываться, что, конечно, сюрприз. Ротор 21 очко, Растельмаш 21. А внизу турнирные таблицы, ну, скажем, у Черноморца 14, у Крылья Советов 14, у ЦСКА 13, у Динамо Москвы 12. Они борются за выживание, а Тюмень уже может даже моется. Динамо во встрече с Элистинским Ураланом показало на редкость безобразную игру. Происходившее на поле больше напоминало не футбол, а пародию на него. На 15-й минуте Игнатьев и Дурнев сыграли предельно просто, но гораздо большее внимание привлекают действия Ковтуна и Некрасова, которые по степени причастности к эпизоду уступают даже ленивому зрителю. 0-1. Минуту спустя при аналогичном вторжении элистинцев те же персонажи с динамовской стороны после перерыва футболисты в особенности динамовцы сохранили артистичность. Островский очень зрелищно вынес мяч из пустых ворот. И буквально в ответной атаке Терехин, шагая бок о бок защитникам даже не думает ускориться. Не видно за счет чего бронзовый призер чемпионата может хотя бы свести матч в ничью с дебютантом высшего дивизиона. Уралан смотрится надежной и тактически выдержанной командой. Эпизод, когда в динамовские ворота влетал третий мяч показателен. 3-0. ЦСКА Спартак выиграл у Шинника в гостях 1-0. Черноморец обыграл Тюмень 4-1. Зенит с Балтикой сыграли 2-2. Продолжает лидировать 27 очков. У Ротара 22 очка. У Ростельмаша 21 очко. У Алании тоже 21 очко. Уже нельзя строить прогнозы на то, как будет. Круга позволяла считать встречу Спартака и Зенита матчем повышенной значимости. Возможно, именно из-за этой самой значимости обе команды не сумели продемонстрировать свою лучшую игру. Хозяева играли поначалу заметно активнее, но при этом их атакующим помыслам не суждено было реализоваться во что-нибудь путное из-за элементарной неточности при нанесении завершающего удара. Пока москвичи постреливали в воздох, у Зенита было несколько неплохих моментов. Александр Куртиян не нашел в себе сил замкнуть дальнюю передачу Бабия. Дмитрий Христов в последний момент снял мяч с головы у Сергея Герасимца. Своё умение Драбабий продемонстрировал ещё раз. Закутав Христова, он снова отпасовал Куртияну. Тот переадресовал Герасимцу и лишь бросок Дмитрия Парфёнова в ноги сопернику сумел разрядить ситуацию, вызвавшую лёгкую панику как в рядах самих спартаковцев, так и на трибунах. Возможно, осознав потенциальную опасность, исходящую от питерских контратак, хозяева провели концовку тайма гораздо интенсивнее. Сначала Илья Цымбаларь перебрасывал мяч через далеко отошедшего от своих ворот Романа. Планя превратился в рикошет для Тихонова. И Андрей приладжился к мячу будет здоров, но лишь потряс перекладину. 15 минут перерыва, пока Олег Газманов в окружении болельщиков проводил съёмку клипа о Спартаке, сами московские футболисты видимо с большей пользой, чем гости. По крайней мере с первой до последней минуты второй половины на пуле доминировал Спартак. Наибольшая опасность воротам Березовского исходила от Егора Титова. Сперва Титов вынуждил Березовского отчаянно броситься в угол. Затем едва не достиг цели его обводящий удар со штрафного. Чем быстрее играли хозяева, тем с большим трудом Зенит оборонялся. Канищев был уложен на линии штрафной и исполнять наказание вновь отправился Титов. Удар у него и на этот раз получился отменным. Березовский дёрнулся в противоположный угол и попади мяч в створ, своих выручить бы не сумел, но снаряд пришёлся левее цели. На смену одному Ти пришёл другой, Тихонов. Но и его удары отличал один, но весьма существенный недостаток. Все они приходились мимо ворот. Зенит практически весь второй тайм провёл в обороне, считанное количество раз, приблизившись к вотчине Филимонова. Но реализовать своё заметное территориальное преимущество «Спартак» так и не сумел. 0-0. Лидеры разошлись миром, сохранив статус-кво разрывом в одну очко. Который, в общем-то, является диспетчером. Потому что его функция не в том, чтобы таранить, а в том, чтобы распределить, какой из флангов в данном случае является стратегическим направлением атаки. Нет центрального нападающего, есть крайние игроки. Игроки великолепные, совершенно разные. Максимюк и Герасимец. И это, вот именно это позволяет «Зениту» быстро приходить от обороны к атаке и от атаки к обороне. Максимским черноморцам. Матч стал дебютом для нового главного тренера хозяев Олега Долматова, еще на прошлой неделе возглавлявшего черноморец. Положение обеих команд турнирной таблицы оставляет желать лучшего. Правда, судя по началу, именно армейцам ждались в победе больше. На несколько набегов москвичей новороссийцы организовали лишь одну атаку. Но, войдя в штрафную, с мячом тут же расстались. Армейцы продолжают трепать нервы гостям, и те, не выдерживая прессинга, фалят. Цаплинг, пытавшийся обойти Майорова, напарывается на ногу защитника. Рефери назначает штрафной, и перед подошедшим для удара Хамуха выстраивается стенка из восьми новороссийцев. Впрочем, оказавшийся помехой лишь для кипера гостей. Последним увидел мяч на подлете к воротам и сделать уже ничего не мог. 1-0. Через несколько минут ситуация со штрафным повторяется. Правда, на сей раз для счетоморца все заканчивается удачно. Во втором тайме ЦСКА продолжает атаковать еще больше, увеличив темп. Симак, сыграв по формуле получил-отдал, делает передачу на Кулика. Последний пробивает сильно, но, к счастью для гостей, попадает в оказавшегося в нужное время в нужном месте вратаря. Спустя несколько минут тот же Кулик, выждав в мгновение, переводит мяч на центр, куда на полной скорости влетает Симак. Ошибка защитников, явно проспавших появление армейца, и счет удваивается. ЦСКА ошибается в середине второго тайма и зарабатывает штрафной. Бородкин, ныряя под мяч, пытается выбить его за лицевую. В итоге, не ожидавший рикошеток у Тепов лишь разводит руками. 2-1. Москвичи, пытаясь отомстить за обидный автогол, организуют несколько атак. В одной из них возможности отличиться была у Кулика, но он слишком далеко отпустил мяч и проиграл единоборство с Усминским. Через несколько минут он же в паре с Симаком рвется вперед, но кипер гостей, спасая ворота Фалит, и, как следствие, рефери указывает на точку. Горноухов несильным ударом управляет мяч и в матче жирную точку ставит вышедшую на замену шуток. Целестный дедасовский трелизник, он выстреливает повороток и вновь разочаровывает уже и так сломленного кипера черноморца. 4-1. Лидеры чемпионата Спартак и Зенит бились в Москве за первое место, их ближайшие преследователи Рассельмаш и Ротар сошлись в очном поединке в Волгограде. По традиции начинаем с составов игр. При общем-то равной игре преимущество небольшое игровое и территориальное было у волгоградцев и именно они открыли счет после того, как Олег Веретенников точно выстрелил со штрафного. Наверное, в этом эпизоде немножко ошибся вратарь Владимир Савченко, который занял место у дальней штанги и вовремя не среагировал на удар главного бомбардира Ротара. Пропустив, волгоградцы понесли забивать еще и через каких-то 30 секунд счет матча стал 2-0. Ошибся Алексей Гущин, который вместо того, что просто вынести мяч от греха подальше на трибуну, он решил сыграть точно в ноги партнеру. В результате мяч перехватил Денис Зубко и, убежав один на один с вторым, успел отдать точную передачу в центр под удар Валерию Ейскову. Защитники откровенно проспали этот момент и помешать волгоградцу никто из них не сумел. Пропустив два мяча за полминуты, гости оказались в полной растерянности. В первом тайме у ростовчан не получалось абсолютно ничего. Они не могли отдать неточный пас ноги партнеру, не вовремя сыграть в отборе. Они проигрывали в скорости, проигрывали в большинстве единоборств и, главное, проигрывали в настрое на матч. Нельзя сказать, что волгоградцы играли очень уж здорово. В основном все моменты, которые они создавали, были плодами ошибок защитников Рассельмаш. Кажется спорным, но на повторе все же видно, что защитник Рассельмаша играет сначала руками. К точке подошел Олег Веретенников и уверенно довел счет своих забитых мячей до 13 в этом чемпионате. Были как-то хаотично в атаке. В этом эпизоде Веретенников мог бы сделать хет-трик, но поспешил с ударом. Просто сегодня волгоградцам улыбнулась фортуна. Практически все голевые моменты, что имел Роттер в этом матче, он реализовал. За исключением, пожалуй, вот этого, когда вышедший на замену Зернов не смог протокнуть мяч в сетку с нескольких метров. После того, как счет стал 4-0, команды откровенно доигрывали матч. До конца, пожалуй, сражались только Александр Беркедов в Роттере и Олег Пестряков в Рассельмаш. Исправедливо, что именно два этих игрока забили два последних мяча в этой встрече. Сначала отличился Беркедов великолепным ударом головой, послав мяч в нижний угол ворот. Затем Пестряков, пробежав практически половину поля, ударом из подзащитников, сделал разницу в счете более приемлемой для Рассельмаш. Динамо, наконец-таки, разрешилось гостевой победой. Последней была одержана 10 месяцев и один день назад в Владикавказе. К Балтике динамовцы приехали с явным намерением выиграть. Калининградская публика, как обычно, битком набившая стадион, стала свидетельницей вполне приличного футбола. В основном в исполнении Динамо и особенно в первом тайме. С первых минут гости обосновались на чужой половине поля и по музуну недолго пришлось ждать возможности спасти свою команду. Динамо сильно сыграло на левом фланге, где полное взаимопонимание показывали Ромашенко и Кобелев. Организация гола их заслуга. Третьим участником комбинации вместо Терехина на этот раз оказался Некрасов. Ромашенко здорово рывком увел на край защитника, открыв Кобелеву оперативный простор вблизи штрафной. И тому не составило труда отыскать Некрасова, который элегантно перебросил мяч через Пумазуна 1-0. На некоторое время инициативой завладели хозяева. Усилиями отправляющегося в Спартак Василия Баранова и братьев Аджинжал Балтика приблизилась к владениям Тяпушкина и однажды даже заставила динамовского кита ошибиться. После навеса тот неуклюже поймал мяч и пошедший в борьбу Везенок загубил единственный в этом матче голевой момент. А плашавшего Тяпушкина выручил его молодой коллегой Кораблев. Балтика в лице Новоченко успела нанести еще один удар издали, после чего пропустила во второй раз. Очередной угловой отправился подавать Кобелев. До этого он несколько раз опасно навешивал слева, но гол состоялся после подачи от другого углового флага. Пумазуна заставил ошибиться Терехин. Два-на. Одно очко. Ротор идет третьим и в общем до некоторой степени приблизился к лидирующему тандему. Равно как и локомонтик. Но все равно вы видите, что ситуация осталась довольно запутанной. Он в восьмом месте в тишине, которого 22 очка. Столько же у Алании, который возглавляет нижнюю часть турнира на таблице. Забавно получился оборогин, наклотив очередные мячи. Мужобы клуба на неделю сыграли на выезде в кубке УИФА и физически еще до конца не восстановились. Тем не менее, развитие действия ошеломило своей стремительностью. На четвертой минуте Чичкин неубедительно укротил штрафной Кобелева, а Беркетов прозевал добивание Терехина 1-0. И завертелось. Как-то сразу изыскались резервы подвижности и комбинационного мышления. Команды зашевелились, а хозяева параллельно общей активизации стали уверенно налаживать командное созидание. Терехин с Изибором едва не забили еще раз. В ответ на это Веретенников принял мяч в центральном круге, демонстративно обогнул с ним Кобелева и пробил с 35 метров. Скользкий снаряд срикошетил о газон и комично откачил в сетку от крымаренковского локтя. 1-1 на 18-й минуте. Восстановление арифметического баланса на табло отразилось и на игровой ситуации. Ротор несколько подтянулся к Динамо, уравновесив количество остроты бело-голубой качеством редкой, но своей. Атака Волгоградцев в два паса оттянулась до Веретенникова и удар с неудобной правой ноги пришелся в штангу. Динамо же второй мяч забило по схеме четвертой минуты. Снова стандарт в исполнении Кобелева на этот раз угловой и Терехин в центре штрафной опять доводит розыгрыш до ума, атакуя вторым темпом. 2-1. Шла всего лишь 22-я минута, три четверти матча были еще впереди и оставшееся до перерыва время игра сохранила интригующий облик встречного боя. Хозяева превосходили ротор числом подключавшихся к атакам игроков. В то время как фланговые волгоградские хавбеки ничем не выдавали своего присутствия, к воротам Чичкина в этом смысле показательный двойной динамовский эпизод. Ромащенко нанес первый удар по Чичкину, сбив его с толку стороны траектории флангового навеса и Изибор едва не успел протолкнуть мяч в сетку. Отскок на правой бровке подхватил Веретенников, но для выхода из обороны избрал неоправданно сложный ход, а ведь динамовские игроки покидать окрестности волгоградских ворот и не собирались. Кобелев моментально превратил перехват мяча в новую атаку и Изибор попал Чичкину в ногу. Однако изнутри его уже подтачивал червь безидейности, ведь из-за травмы на второй тайм не смог выйти Кобелев. Потери единственного плеймейкера почти сразу вернулась утрата инициативы, а ротор давно уже копил энергию для контратак. В роль аккумулятора, начавшего стремительно разряжаться электрическими вспышками остроты, выступил Веретенников. Он в очередной раз попал в воротный каркас, причем Крамаренко даже не шевельнулся, а под конец матча пробил в сетку с внешней стороны, проскочив в штрафную вслед за разрезающей передачей Абрамова. Ситуация для Георгия Ярцева складывалась угрожающе, однако динамовский наставник не стал вмешиваться в игру при помощи охранительных замен. На 85-й минуте длиннющий Олеников тяжеловато оторвался от газона и положил в дальний угол ворот Крамаренко мяч, оправданный логикой игры во втором тайме, но беспощадный по отношению к команде Ярцева. Счет 2-2 и упущенный на последних минутах победы похоже становятся для Динамо печальной традицией. Отмеченный обоюдоострыми выпадами обеих команд счета на табло не изменил и плавно перешел в долгое безголевое противостояние. Питерская атака периодически подавляла числом, а линейная оборона новороссийцев со скрипом но все же выдерживала напор переднего края хозяев, порою имеющего классические признаки навала. В первом тайме кипер Зенита более в активную игру не вступал, а его визавиру Денко пришлось так и вытаскивать летящие в рамку мячи после навесов настырного Аксипяна. Плотная игра черноморской защиты против зенитовского диспетчера Куртияна выдала стопроцентный результат и как ни старался все тот же Аксипян нагружать штрафных гостей, на перерыв команды ушли, оставаясь каждый при своих. Игра была сделана в первые 6 минут второго тайма. Сплеск активности черноморца в лице вышедшего на замену экс-зенитовца Андрея Курдюмова, возобновившего выступление после серьезной травмы, попытался уравновесить Максимю. Руденко мяч отбил, а вот Березовскому повезло меньше. На 51-й минуте проход Камнева прервал либера хозяев Верниду, но выбитый в подкате мяч подхватил Курдюмов и точно уложил в правый от вратаря нижний угол. 0-1. После гола игра пошла по обычному в таких случаях сценарию. Гости всей команды отошли в оборону, уповая на контратаки. Хозяева навалились на чужие ворота, при этом шансы отличиться имели как те, так и другие. Бышевец выпустил на поле сразу трех форвардов. И Панов уже под занавес упускает, пожалуй, самую реальную возможность отыграться, на удивление не точно пробив головой после выверенного паса Кулькова. Итог встречи 0-1 и Черноморец увозит из Петербурга трудовые... Там в свой лишний раз о том, что Скатурн скоро появится в высшей лиге. А ЦСКА выступила в таком составе. Все-таки большими силами атаковали и участвовали в подыгрыше тем, кто составлял линию атаки. И вот вскоре уже возник опаснейший момент у ворот команды ЦСКА, но не растерялся, надо отдать должное ему Новосадову. Ну а вот потом подряд несколько раз опасно атаковали уже армейцы. И вот переброгу Куликуй, игрок, последний пас, вы знаете, какое значение он имеет. Но, увы, его у армейцев не было, и в итоге и этот момент командой ЦСКА был упущен. Потом было нарушение правил у штрафной площади команды ЦСКА. Масса всяких телодвижений и, наконец-то, удар, но он приходится в стенку. Очень активно играет в подыгрыше и даже участие непосредственно в атаках в штрафной площади своей команды Погаев. И вот смотрите, опаснейший момент, блестящая реакция на Ватт. У него раньше, по-моему, должен быть уже игрок команды Аланья. Но Симак очень хорошо перехватывает мяч, выходит к штрафной площади, вместо того, чтобы пробить, поворотом поднимает голову, смотрит, где Кулик, замешкался, и защитник спасает ситуацию. Правда, и Хапов здесь мог тоже уже помешать армейцу пробить точно. Атакуют в штрафной площади большими силами, прострельная передача, и снова Новосадов на месте, а какого-то миллиметра, может быть, чуть даже и меньше, шутку говоря, не хватает футболисту Аланья, с тем, чтобы подправить мяч в сетку ворот. Очень активны у Аланья Боргес, Демитрадзе и Морейра. Бразильцы, конечно же, производят хорошее впечатление. Вот смотрите, у Кулика какой изумительный момент под занавес первого тайма. Но, молодец, пятый номер команды Церетели, он успел подставить ногу, смягчить силу удара, тут же уже выскочил на Хапов и помог своей команде отстоять ворота в конечном счете. Вот так и закончился первый тайм ничью ноль. Из глубины передачи Кулику, Кулик дальше Симаку и мяч в сетке ворот. Пока разбирались защитники, что к чему, обратим внимание, что все трое стояли на одной линии, это к вопросу о том, что такое игра в линию защиты. Посмотрите, ни один не сумел подстраховать зону правого защитника и пока разворачивались защитники. Симак вышел один на один и красиво, точно, с чувством, с толком, расстановкой послал мяч в сетку ворот. Естественно, Алания бросилась сразу же отыгрываться, тут же возникла острая ситуация в штрафной площади, упал игрок в штрафной, на мой взгляд, он сам, посмотрите, вот он, цепляет ногу, впечатляет, даже сознательно, идя на это, может быть, несколько и провоцируя арбитра на назначение одиннадцатиметрова, но потому как сами игроки Алании не реагируют в этом эпизоде, он так и закончился. Потом был штрафной удар, Демитрат запробил, но это был, по-моему, тоже вечер Новосадова, который очень уверенно защищал ворота команды ЦСКА. Ну а в этом эпизоде просто-напросто армейцам повезло и не повезло футболистам Алании мощный удар, а атака была очень красивой, точный пас, остановка мяча на груди и сильнейший удар в дальний угол, но мяч в миллиметрах каких-то пролетел мимо. В этом эпизоде бразилиец нарушил правила, раньше прозвучал свисток и сейчас игрок Алании покажет, что он не слышал свистка и, естественно, гол не был засчитан и последняя атака в этом матче атака команды ЦСКА. И вот что такое последний пас. Ну дай его Шутову точно в ногу. Тот выходит чисто один на один и мог бы забить второй гол. Она в белой форме постепенно выходит из затяжного кризиса, в который команда попала после сверхнагрузок в период участия команды в кубке Интертото. Калининградцы, кроме всего прочего, должны поблагодарить и своих болельщиков, не отвернувшихся от команды и, как всегда, заполнивших трибуны и на матче с Россельмашем. Неожиданно крупной победе Балтика, естественно, обязана своему тренеру Леониду Ткаченко. Причем не только за выполнение им своих непосредственных обязанностей. Одной из причин неудачно складывавшихся дел Балтики наставник Алининградцев называл такой немаловажный в спорте фактор, как отсутствие фарта. Чтобы удача вновь повернулась к Балтике лицом, тренерский штаб команды перед игрой с Россельмашем поменял скамейку, на которой обычно они располагаются во время матча. И, как выяснилось, не прогадал. Правда, по-настоящему Балтика заиграла только после перерыва. В первом тайме остроты у ворот Савченко почти не было и гости выглядели даже опаснее, но им не везло. Заметно оживил игру, вышедшую на замену под неоднозначно относящимся к Фортуне тринадцатым номером Константин Везенок. Да и в целом вся Балтика смотрела с предпочтительных гостей. У Россельмаша не клеилась игра в атаке, да и оборона под натиском хозяев начала давать сбои. Калининградцы действовали впереди изобретательно, чередуя индивидуальную игру с дальними ударами и оригинальным розыгрышем штрафных ударов. Но удача, которую так долго ждали тренеры Балтийцев, пришла только в конце игры. На 83-й минуте Силин бросил в штрафную гостей Везенока и тот, недолго думая, пробил. И обычно надежный Савченко пустил мяч под мышкой 1-0. Балтика разменяла вторую сотню голов забитых командой в высшей лиге. В следующий раз Балтике повезло чуть позже, когда у главного специалиста хозяев по стандартным положениям Сиднева не вышел удар. На помощь калининградцам пришел рикошет и 2-0. А в концовке, когда гости всей команды побежали спасать игру, Везенок классическим пасом вывел на рандеву Савченко-Федькова 3-0. Балтика вынуривает с одной турнирной таблицы. Любой военной мяч, как глоток свежего воздуха, ибо дома черно-белый не выигрывает уже год. В Сочи у гостей проблем не было. Жемчужина лишь поначалу наметила некое подобие равенства в игре. Трехходовка Бондаревка-Касенко-Геашвили свершилась ударом последнего. Однако голкипер москвичей Воробьев как бы напоминает, что он вратарь сборной Украины нейтрализовал этот выпад с убийственным спокойствием. Между тем Зимшов тут же вывел на ударную позицию Гашкина, и Клюкову, спасая команду, пришлось положить куда больше усилий, чем его визави. Становится ясно, что в руках у подопечных Иванова сильнейший козырь, слабость обороны соперника, что находит подтверждение на 29-й минуте. Мухаммадиев вроде бы уже не успел к мячу, однако атаку вторым темпом продолжил Гашкин. Его чисто английский навес даже для маленького Муксина идеальный подарок, ведь сочинские защитники выполняют роль статистов. Удар головой 0-1. Во втором тайме столько критикуемые в этом сезоне игроки торпеды на фоне жемчужины выглядят уже просто гроссмейстерами. Неутомимый Гашкин легко находит в чужой штрафной Булатова, который издевательски щечкой закладывает мяч под левое плечо Крюкова. 0-2. На 65-й минуте Семшов уже привычно отправляет мяч на правофланговому полубогу Гашкину. Однако функции зачинщика новых волнений у сочинских ворот берет по себе Булатов. Оборонцы жемчужины лишь толпятся со штрафной, словно читая развитие атаки по слогам, а Семшов без помех забивает третий гол. Ничего доброго этот матч Анатолий Байдачному уже не сулит. Только Булатов и Аваков организуют очередной опасный момент в владениях Крюкова. Форвард Торпеда не выжимает из эпизода максимум лишь потому, что не видит лучших продолжений атаки. В итоге мяч у руках у воротаря. Атаки жемчужины таких хлопот Воробьеву не доставляют. Зато в воздухе незримо носится призрак четвертого гола в сочинские вороты. 78-я минута и не обладающий богатырским ударом Булатов решается на выстрел из-за пригела в штрафной. Сегодня можно все. Мяч улетает в угол 0-4. И пока сочинские болельщики покидают трибуны, жемчужина усилиями Кузнецова создает едва ли не главную за матч неприятность для Воробьева. А когда уже Валентин Иванов окончательно принимает вид курортника, удар отчаяния наносит Журавель. 0-4. Третий подряд разгон жемчужины. Обратим внимание на успех Торпеда в Сочи в матче с командой Жемчужины. В местах и в основном из-за неудач хозяев боли. Сто лишь разницей, что Черноморец, ССК, Торпеда смогли поправить несколько своих дела в турнирной таблице. Здесь еще очень много непредсказуемого. Напоминать Тюмени о ее судьбе по-моему уже неприлично. А вот о судьбе других, тех, кто в опасной зоне, можно говорить и гадать сколько угодно. Ну а сегодня в том, сколько он в конечном счете раз еще обидит вратарей. Точно от Спартаковского паса и без стеснения выносили мяч долой. В рядах хозяев выделялся Писарев, постоянно ускользавший из настойчивых объятий по Абхадзе. Спартак долгое время не мог найти пространство для своих атак. Когда же форум красно-белых удавалось глотнуть воздух, а в штрафной Шишкина возникала нервозность. Баранов, все время стремившись сыграть подлиннее, набрасывал мяч на Ширко. И самарский кипер в попытке дотянуться до навеса исполнил акробатический кульбит. Спартак столкнулся с необходимостью раз за разом атаковать позиционно. Ситуация для красно-белых не новая, однако в этот раз не получалось главное импровизировать с розыгрышем мяча. Насыщенная оборона самарцев лишала хозяев возможности маневра. А для того, чтобы продавить гостевую оборону за счет физической мощи, усилий одного Писарева явно не хватало. На 22-й минуте Крылья впервые по-настоящему убежали в контратаку. Спартаковцы проспали роковое наступление в зародышах, позволив Аверьянову Сафронову в движении и разграть мяч на правом фланге. Рикошет от Бушмановской ноги скорректировал передачу Надименко и экс-тольятинец переиграл Филимонова в простейшей ситуации. 0-1. Пропущенный мяч на несколько минут завел хозяев. Отыграться больше всего хотелось Тихонову, который, зарядившись пасом Бушманова, агрессивно вторгся в Самарскую штрафную, освобождая себе путь финтами, но в ближний угол не попал. Бушманов же вообще играл в атаке активнее прежнего. Его диагональ справа спровоцировала Шишкина неловкий прыжок. К тлеющим углям потенциально голевого эпизода поспешил Тихонов, исполнивший еще одну подачу, однако Шишкин уже поднялся с земли и отчаянно вынес мяч из предела штрафной. А 28-я минута вполне могла создать иллюзию открытой игры. На фоне спартаковского взрыва самарцы не то, что не потерялись, напротив, словно только и ждали возможности пойти встречным курсом. Пока Филимонов спотыкался от тела Парфенова и Лапшина, Парфенович Крыльям получился бы чудовищно-нелогичным. Пять минутами позже эта мысль дошла до коллективного сознания красно-белых. Титов широкая предыдущая шагов оставил за спиной Мазура, Цамбаларь на мудовение немедленно с навесом, а Писареву осталось только голову подставить. 1-2. Все произошло столь стремительно, что самарцы были сбиты с толку до последних минут тайма. А после перерыва психологическое превосходство хозяев было еще очевиднее. Крылья по-прежнему держались своего оборонительного аскетизма. Но его уже теснило Раблизянское веселье спартаковских атак. Титов в полутора метрах от пустых ворот пнул ногой воздух и прострел Писарева в холостую катился за боковую линию. А на 63-й минуте второй спартаковский гол организовали защитники. Ананка прямо по центру пошел к штрафной, создав своим подключением числый дисбаланс. Бушманов оказался на месте Лева полузащитника и в новой роли сразу правильно сориентировался. Писарев пулей влетел в эпизод справа и положив корпус слета вогнал мяч в ближний угол 2-2. После этого на волне волевого импульса Спартак понесся забивать победный гол. Он стал бы реальностью буквально через несколько минут. Но крылья, явно теряя выигрышную партию, стремились лица не потерять и от своей игры прямо не отказывались. Аверьянов стремился сохранить внутри командный баланс. Замены, которые он производил, не насилию черво созидательному потенциалу крыльев. Вышедший на поле Орешников остров потал в штрафную. Филимонов в картинном броске вынес мяч прямо на ногу Сафронова, от которой в касание отскочил к Деменко. Филимонов удар помешать не смог. Игалки первую работу выполнил почувствующий неладный Апарфенов. Финишный отрезок команда провели на самарской половине поля. Спартаковцы предприняли несколько акций, сверхзадачей которых было доказать гостям, что пропущенные красно-белыми мячи случайность. А победу гораздо больше служила именно команда Романцева. Цимбаларь пробил в штангу со штрафного, а Канищик, вцепившись в брошенный на грудь аут, протащил мяч по касательной к штрафной и пробил в перекладину. 2-2. Спартак уже две недели не побеждает, а Крылья увозит гостевую ничью с чемпионом в награду с непреклонностью. Матч последних в Сладикавказской Алании выбрали для проведения досуга недавние главные лица первой и олимпийской национальных сборных Борис Игнатьев и Михаил Гершкович. Лишь в седьмом туре нуждавшиеся в очках торпедовцы на выезде одержали первую сыграть через себя прямым ударом Бутсу угодил в лицо Чайки, которого пришлось увозить на скорой. Моментально досталось от Семшова и вышедшему на замену Димитрадзе. Аланцы растерялись и упустили нить игры. Лишь однажды Эду и Пауло Эмилио на носовом платке оставили у бровки неудел двоих торпедовцев. Но завершение атака не получило. Подопечные Валентины Иванова тем временем разными способами искали пути к воротам Хапова в транжире момента на заключительной стадии. Пока на 40-й минуте довольно-таки инертный Булатов не заработал штрафной в непосредственной близости от ворот. Стараниями того же Булатова и Гашкина мяч дважды рикошетил от защиты Алании. И, наконец, дежуривший в центре Мухаммадиев успокоил метавшуюся во вратарской кожаную сферу. 1-0. Не успела начаться вторая половина как Скаченко, воспользовавшись еще одним рикошетом штрафной гостей после удара Булатова в падении головой отправил мяч в прозрачную калитку Хапова. 2-0. Освежает атаку черно-белых выход Авакова вместо Мухаммадиева. Аваков, Гашкин, Семшов и Скаченко атакуют широким фронтом, но в завершении либо неточный удар, либо на пути мяча встает. Семшов, Кульков, Игонин, Вернидуб, Куртиян, Бабиев, Сепян, Максимюк, Герасимец и главный тренер Анатолий Бышевиц. Это Зенит. Савченко, Куприянов, Колотовкин, Мацегура, Дядюк, Ханкеев, Санько, Бессмертный, Матвеев, Прудиус, Кириченко и главный тренер Сергей Андреев. Это Россельмаш. 33 градуса в тени и, конечно же, надо было какое-то время адаптироваться участникам этого матча к погодным условиям. И прошло энное количество времени, прежде чем именно ростовчане создали вот этот опаснейший момент у ворот Зенита. А затем последовал выпад спустя только лишь 8 минут Зенита и удар поворотом ростовской команды. Вот так развивались события и если говорить о хронологии и об эмоциональном восприятии этой встречи, то вот наступил на какое-то пусть и не очень продолжительное время, но тем не менее как раз период Прудиуса. Он сначала пробил поворотом, вы видели, затем сделал не очень удачный навес, но он оказался довольно-таки трудным для вратаря Березовского. Он даже ударился стойку в ворот, но все обошлось. И, наконец, еще один выпад ростовчан и в падении Прудиус пытается нанести удар поворотом точно, но ему не везет. Ну вот, благодаря таким активным действиям неугомонного Прудиуса ростовчанам все-таки удалось раскачать оборону Зенита и к тому же в каком-то из мгновений дрогнул Березовский, уверенно игравший. Удар Матвеева не удержал мяч в руках. Голкипер Зенита опытный и техничный вратарь. Может быть, понадеялся на свою технику, может быть, неверно до конца занял позицию воротом слишком близко на линии. Но как бы то ни было выронил мяч из рук, мяч оказался за линией ворот. Конечно, тут можно посыпать голову пеплом сколько угодно. Радости, конечно, нет предела на трибунах. Ликуют и футболисты ростовской команды. Но как не вспомнить, в который раз уже вратари подводят свои команды. Ну а что же Зенит? Зенит, конечно же, не впал в отчаяние мобильный, тоже, как и Принудиус, часто перемещающийся по полю Герасимец навешивает штрафную площадь. Удар наносит по воротам Попович, но мяч летит мимо. Конечно, Андреев понимает, что с Зенитом шутки плохи. На контратаке санкт-петербурцы могут поймать его команды. Поэтому он так сурок. И вот снова выпад ростовской команды, который вняли советом своего наставника, что надо все время терзать оборону Зенита, следует опять опасный выпад, но мяч тоже и в этой ситуации летит мимо. Наступает черед Савченко, лишний раз вступить в игру после удара издали футболиста Санкт-Петербурга. Тут же угловой попадает Герасимец, снова заварушка у ворот ростовской команды, но раньше всех у мяча оказывается расторопный голкипер и забирает его в руки. Вот так проходит эта встреча. Конечно же, в каждом матче существуют свои так называемые, как я их называю, пустоты. Так вот, суммиров все самое интересное, вы и увидели то, что происходило в первом тайме, который завершился победой ростовчан 1-0. Внимательно фотокорреспонденты следили за выполнением штрафного удара в ворота Зенита во втором тайме, но все обошлось. И вот, смотрите, вот тут-то наступил черед гостей. Опаснейший один проход по левому флангу и тут же с участием Кулькова и Колотовкина, который спас свою команду, закончился в предыдущий эпизод. Но посмотрите, как один к одному похож следующий. Какая изумительная передача Гиря Семцу. 6,5 метров до ворот. Мяч летит выше. После этого Бышевиц решил заменить неудачника этого эпизода, который мог, конечно же, сравнять счет, но не получилось. Удар был неточным. Тут же штрафной в сторону ворот Зенита. Теперь возникает напряженность у ворот гостей. Удар через себя, но не получается. Тут же наносит удар следующий игрок. Мяч летит мимо. Ростовчане опять воспряли духом, подбодряемый своими зрителями. они идут раз за разом вперед, но, тем не менее, именно Зенит начинает планомерно атаковать в ворота хозяев поля. Удар поворотов Панова, мяч летит мимо. Ну, здесь вообще курьезнейший случай. Три игрока сразу Зенита остановились, а и вот напомнил о себе Прудиус. Но атаку он завершил конечно же очень плохо. И вот посмотрите как Зенит сравнял счет. Опять-таки нерасторопные действия и защиты и голкипера привели к тому, что гости сумели восстановить равновесие. Панов вмешался в эту борьбу, а раньше у мяча отскочившего и от вратаря и от защитника оказался Зазулин. И вот посмотрите шестой матч в жизни и первый его гол в высшей лиге такой важный в составе Зенита, такой важный, потому что именно этот гол помог уйти команде от поражения. Но оставалось еще время и Анатолий Бышниц конечно же понимал, что этим дело не закончится. Валентин Валентинович Иванов главный арбитр этой встречи был суров, но справедлив. Он как на чемпионате мира щедро раздавал, но справедливо подчеркиваю желтые карточки сразу же так сказать не дав разгореться страстям. Вратари под занавес матча не скучали. Играл хорошо Савченко словно забыл о том, что мяч побывал в сетке его ворот. Внимательно действовал и Березовский вратарь Зенита словно забыл о том, что в первом тайме допустил оплошность. Вот подает Прудиус веселый Прудиус угловой. Березовский спокойно мяч перехватывает. Тут же судья назначает угловой у ворот Ростовчан Савченко Клаш демонстрирует ничья 1-1. Положение которое сейчас весьма и весьма трудное. Сразу стало ясно, что ни хозяева ни гости отсиживаться в обороне не собираются. Обе команды с самого начала установили довольно высокий темп, который правда отчасти сказался на точности завершающих ударов. Мечи летели либо выше перекладины, либо направлялись прямиком в руки кипера. В конце первого тайма Терехин что-то обсудив в угловой стойке с Махмутовым передает мяч Изибору. Через мгновение получает его назад и после нескольких финтов заставляет Корнюхина здорово поволноваться. Первая 45-минутка в итоге так и заканчивается нулевой ничьей. Во втором же тайме москвичи активизировались. Глазкой видит открывшегося Изибора и отдавая мяч последним ускоряется в штрафную. Несильный удар становится для кипера Шинника неразрешимой проблемой. 1-0. Ярославцы имели возможность отыграться уже через несколько минут. Получив право на штрафной подопечный Египиане все силы бросают на штурм ворот Тяпушкина. Все силы включая галкипера который в прочем команде своей в этой ситуации так и не помог. Терехин мгновенно задевает контратаку в то время как гости тщетно пытаются откатиться в оборону. В итоге Скоков навешивает на центр где Рован Гусев без труда отправляет мяч уже пустые ворота. 2-0 и Динамо получает так нужные три очка. И вторую победу за 22 тура в сезоне Тюмени пустячок. Но приятный согласитесь. Спартак по-прежнему не досягаем а перед 22-м туром мог похвастать и наименьшим числом пропущенных мячей. Как говорится о лидере одним мазком крупным планом выступают сейчас те кто ведет борьбу за второе место. Ротору необходимо второе дыхание чтобы оторваться от настырного локомотива и пока еще не сбившегося с ритма окончательно зенита. Но всем им похоже надо опасаться армейцев Москвы набравших стремительный ход и прав их правда тренер Олег Долматов не впасть бы им в эйфорию. Алания про долгого Динамо быть или не быть гамлетовский вопрос ответ на который не знают сами динамовцы. Так же как Спартак может себе позволить терять очки и при этом что иначе Росельмаша не действует. Москвичи ожесточенно сражающиеся за право остаться в высшем дивизионе скорректировали расстановку игроков. Перманентно активный Гусев ушел с правой бровки на левую а образовав фунти пустоту заполнил собой Некрасов. Ярцев определенно стремился к усилению фланговой игры и на первых минутах пока Некрасову не надоело бегать вдоль боковой линии бороться с Прудиусом Динамо удавалось налетать а старту широким фронтом. Однако прошло какое-то время и команда Ярцева стала проигрывать ростовским казакам именно на краях газона. В интересы матч локомотива и жемчужины поначалу только подтверждал свой периферийный статус. Весь первый тайм обе команды мучительно пытались наладить игру в точный пас но безуспешно. А смыслные комбинации на общем фоне смотрели с редкими исключениями. Сочинцам Мендеса одноклубники вывели на свободный пяточок перед Нигматулиным но бразильцы видимо смутил неординарность ситуации. А на 44-й минуте было положено начало грядущей голевой вебханалии. Вторжение двух форвардов локомотива в чужую штрафную завершилось двусмысленным падением. Вероятно что Джанаши избивал не Ещенко а свой же Булы как осян обилием ложных замахов озадачил всю оборону Семенцев. А Забила внезапно обнаружился на фланге Калай Джан. Хозяева попытались изжить апатию своей полузащиты за счет внедрения выгула Ласькова. И сразу после его выхода локомотив благодаря ускользнувшему от телевзгляда голубу Лыкина опять оказался впереди 2-1. Но это был только пролог к дальнейшему фейерверку событий. Центральной фигурой следующей сцены становится Кипер Нигматуллин. Его неуклюжий этюд нашел в лице Мендеса страстного поклонника. Его гол уравнял соотношение сил 2-2. После этого команды взяли паузу. Локомотив привыкал к новому взаимодействию в центре поля, где постепенно начинал верховодить Ласьков. А Жемчужина просто решил передохнуть. Когда уже условный таймаут завершился, сочинцы разразились с хрестоматийной атакой и банальным голом Коваленко 3-2. Жемчужина возводит интригу в квадраты, отойдя к своим воротам предлагает Локомотиву проверить наличие болевых характеристик. И хозяева таковые у себя обнаруживают. Дроздов, составляя второй атакующий эшелон, ловит мяч с лета и придает ему изящное направление в воротах Крюхова. 3-3. Но кульминация была еще впереди. Поход за решающим голом Локомотив начал медленно. Хозяйская комбинация развивалась в стиле всей игры с большим количеством не обостряющих передач. Гуренко, закидывая мяч в штрафную, вряд ли предполагал, что Джанаша там выпрыгнет выше всех, а Ласьков точно пробьет. Но именно так и случилось. 4-3. Локомотив обнаруживает у себя характер и закрепляется в тройке. С игровым покрытием пополнил список бед, обрушившись в этом году на клуб Ротер, главной финишной задачей которого все-таки следует признать борьбу за повторение прошлогоднего результата и, как следствие, игру с оглядкой на соседей по верхним этажам. А из турнирного положения Балтики логически проистекает необходимость экстренного пополнения очкового запаса вне зависимости от ранга соперника и места проведения встречи. В отчетном матче с трудностями адаптации быстрее сладили хозяева, решившие не тратить время на преодоление песчаных ловушек, а положиться на дальние удары. Роль первопроходца досталась бафрой, у которого не хватило совсем чуть-чуть для успеха уже на пятой минуте. Команда из Балтийского анклава уверенно держалась и на материке, чему способствовала активность Ваченко регулярно нервировала численность приличного расстояния. Вообще дальние удары доминировали в игровом арсенале Балтики об отца первой половины. Балжане выглядели мобильнее, что объясняет количественно их качественное разнообразие и их атак, в завершении которых главная роль отводила к традиционному Веретенникову. Самый опасный удар, однако, на 22-й минуте нанес Осинов иллюзия голевой траектории, разбилась о перекладину. Подопечные Ткаченко вовсе не производили впечатления команды одной ногой, стоящей в первой лиге. Активно используя обе нижние конечности, низовцев, Визенок и Сирин выглядели на удар Новоченко, однако Чичкин длительно нес в стражевую вахту. В концовке тайма Борзенков организовал гостям еще один адреналиновый залп Правда Веретенников, тут же успокоил Камузуна непривычно слабым завершением. Второй тайм соперники начали согласно субординации, установленной первым. Ротор привычно обосновался на чужой половине, изредка выпуская Балтику в контратаке, которая, впрочем, больше беспокоила Ткаченко, чем Чичкина. Тем не менее, дальнейшее течение игрового времени отнюдь не собиралось запоминаться изменением счета. Веретенников после эффектного обыгрыша двух защитников с помощью Бахарева и последовавшего обмана третьего пробил в небеса. А вскоре даже идеальная дистанция для исполнения штрафного не смогла стать весомым голевым стимулом. Калининградцы пытались запомниться болельщикам и на хозяйской половине, но в своей штрафной это у них получалось гораздо лучше. После недолгой пилчьей в 20 метрах от ворот капитан хозяев пробил очень не точно, что однако послужило сигналом к началу некого подобия штурма, в течение которого в Волгоградце упустили два супершанса. В начале Естилов напрасно доверил концовку Абрамову, а десяткам секунд позже Веретенников чистил мячом по перекладину. Расплата за голевую расточительность последовала незамедлительно. В горячке очередной атаки хозяева гостеприимно забыли на своей половине группу гостей, которые, не растерявшись сообразили на троих группу Питькова. 0-1. Шокированные таким поротом событий игроки Ротера до конца матча не придумали ничего нового к тактике на бал опестревшего в исполнении банальными навесами и неубительными поделениями в штрафной. И все же им удалось извлечь минимум из максимума возможностей. Естилов оказался самым активным на пятачке, за что был бы награжден своим десятым голом в сезоне. 1-1 на 87-й минуте. То, что мы называем суперотчетом. Судьи этой встречи Андрей Бутенко, Сергей Лаврухин и Сергей Сафронов, вся бригада арбитров из Москвы, пригласили команды на поле в таких составах. В воротах Афанасенко 2-й Пагаев, 3-й Торловский, 4-й Федоров, 5-й Церетели, 6-й Мороз, 7-й Жутаутас, 8-й Чайка, 9-й Бургес, 10-й Деметразе, 11-й Эдуардо Мореро, Валерий Газаев, главный тренер. Зенит. В воротах Березовский, 2-й Давыдов, 3-й Кондрашов, 4-й Кульков, 5-й Игонин, 6-й Горшков, 7-й Куртиян, 8-й Боби, 9-й Обсепян, 10-й Максим Юг, и Панев, 11-й, главный тренер Анатолий Бышевиц, но он приболел, и игрой руководил старший тренер Анатолий Давыдов. Итак, встреча началась, вы уже видели несколько опасных эпизодов у ворот как одной, так и другой команды, и надо отдать должное участникам этой встречи, как раз вот об этом они очень хорошо даже позаботились, а именно об атаке чужих ворот. И вот смотрите, одна из них поистине голевая. Если бы Куртиян отдал чуть-чуть потоньше мяч, Панову, и тот бы выскочил один на один, а вот Коля Давыдов даже просил Панову упасть пораньше в надежде на 11-метровый. Пускались, как говорится, во все тяжкие. А вот еще эпизод. Куртиян перехватил мяч, отдал его Максимику, тот в одно касание Панову, и тому идти вперед, как говорится по-ленински, дальше, 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 а он лупит, познайти, что есть силы, и попадает в перекладину. И еще один момент упускает. Но главное, ничего с ним поделать не могут защитники. Запомните сказанное. А вот и гол. Навес слева. Кондрашов отдает мяч Панову. У того не состоялся удар, но он головой успевает отбросить мяч Максимику. Тот сильно бьет по воротам, попадает в ногу Федорова, и мяч изменяет немного траекторию полета, и несмотря на отчаянный бросок Афанасенко, все-таки влетает в угол. Красавец был. 1-0. Вскоре Ланя ответила с затяжной атакой, с угловым, потерянным и вновь возвращенным мячом, с традиционным, уже в этой игре, и в этом плане, итальянским навесом, я говорю в шутку, борьбой, похвальной, и в результате с возникшим опасным моментом. И попадет Чайка не в ближний, а в дальний угол ворот, и кто знает, как бы это все закончилось. А вот еще одна навесная такая передача из глубины поля по диагонали выскакивает бразилец Эду, и очень здорово играет ведь и еще. И вот так закончился первый тайм. 1-0. Начинается вторая половина встречи. Публике был предложен в начале спринт с мячом. Максимюк против эстафеты 4 по 20 метров. И ни один из четырех игроков Аланни так мяч у него и не отобрал. Более того, публика повеселилась, а Зенит заработал и угловой. И шанс забить еще один мяч. Если бы Осип им навесом Замихов посылает мяч на Митрадзе, но тому не хватает точности. Вот так проходила встреча. Интересно, не правда ли? Тот же навес, но от Кондрашова. И теперь уже атака Зенита с мячом Горшков. Мяч мечется в штрафной площади. Вновь приходит Горшкову. Он и Давыдов попытались еще разочек создать опасный момент. Мяч отбит. Вроде бы все успокоилось. Посмотрите. И вот следует передача на 35 метров не меньше на Панова. Сравните Панова и Федорова защитника. Панов, укрывая мяч корпусом, образцово-показательно он это делает и бьет по воротам. Афанасенко наверное ожидал чего-то другого. Но он никак не ожидал того, что небольшого роста Панов сумеет обыграть мощного Федора. Но как бы то ни было, это случилось как у Винки. И счет стал 2-0 в пользу хозяев Панова. Естественно переломный момент. Естественно возникал после этого вопрос а что же Алания и что дальше правда в этом эпизоде Бышевцу показалось что был какой-то вариант топ спина я имею ввиду удар по новому. Ну как бы то ни было 2-0 А под конец повсюду мелькал и по делу горшковой светлой головой и светлой игрой. Алания не сдавалась так же как и Березовский хорошо отстоявший весь матч. Вот и вся недолго 2-0 Зенит прервал серию своих неудач. Но казалось ли он на гребне волны? Исторически обусловленное противостояние двух самых популярных команд России почти аншлаг на стадионе Динамо Турнирная интрига которая в случае победы армейцев как бы формировала поскольку ЦСКА был сильнее в каждой линии на каждой конкретной позиции Нервничала Спартаковская оборона во главе с Филимоновым и уже на 16-й минуте Бушманов выдал голевой пас Хамухе нелепый на первых взгляд гол прежде всего следствие хорошей атаки ЦСКА и только во вторую очередь ошибки Бушманова Действия Спартака впереди были лишены всякой слаженности Романцев не рискнул поставить на игру молодого злыднего и прогадал Самарони в роли организатора провалился а Тихонов, Баранов и Писарев которые пытались создать хоть что-то вязли в ТСКАх безупречно выстроенной обороной команды Олега Долматова Подопечные его Спартаковскому тезке довольно быстро обнажили еще одну свою проблему Игроки ЦСКА полностью превзошли Спартак в таком немаловажном компоненте как скорость и физическая готовность Армейцы были быстрее во всем в отборе мяча в переходе от обороны к атаке и в принятии решения на 25-й минуте Цаплин с такой легкостью прошел Парфенова и Баранова словно у тех к ногам были привязаны пудовые гири При 2-0 отыграться у Спартака не было никаких шансов поскольку в действиях команды не прослеживалась никакой мысли Задетый за живое таким развитием событий гости раз за разом появлялись на половине полицы и он выглядел безнадежно На 56-й минуте в штрафной Филимонова зародилась очередная неразбериха И Бородкин довел преимущество до 3-х ноль Причем счет был по игре Армейская торси допустилась в пляс А ЦСКА должен был забивать снова Но его игроки слишком горели желанием сделать приятное товарищу и дать ему возможность еще забить Спартаку Это был не единственный момент у ЦСКА для того, чтобы довершить разгром Однако конечный результат армейцам не следует переоценивать В двух последних чемпионатах Испании Реала и Барселона обменивались нокаутами в 5-0 То, что произошло сегодня в Петровском парке имеет более конкретное следствие против Ставало одно Пропустит ли Спартак еще И когда Хамуха получил право на штрафной со своей точки стало ясно 4-го гола не избежать Болельщики красно-белых понуро отправились к выходу и вместе с Новосадовым увидели удар Робсона в ближний угол Вопрос о чемпионстве приоткрывается С оглушительным счетом в первую очередь нами отмечается Далее успех Зенита на Голландии СК 6 очков за 4 тура до окончания чемпионата не так уж и велик если взглянуть на оставшиеся этим командам матчи борьба за Долландо неожиданно обозрелась но все же более напряженная на как мне кажется будет за другие места дающие европейский статус здесь по-прежнему тесновато неожиданно обозрелся и неожиданно обозрелся